напишите пожалуйста если вы готовы напишите выгод что вы готовы пишите готов сначала я расскажу логику разбора точнее логику оценки потом мы поедем на оценку собственно так сейчас я открою себя окей короче традиционно уже 26 поток я разбираю работу самостоятельно в конце точнее еще раз оговорюсь да не это будет не разбор оценка постоянно меня тянет просто сделать глубокий разбор но если я этим займусь тогда у меня уйдет уйма времени просто на то чтобы разобрать портфолио каждого вот иногда я залипаю на разборы поэтому если чё вы меня обратно возвращать короче у нас в конце и каждого интенсива идет оценка работ итоговая оценка работ вот уже дофига потоков короче чё я делаю я смотрю каждую работу быстро просматриваю отмечаю себе какие есть косяки на бумажке и дальше уже говорю свою оценку по поводу системы оценивания оценки возможно следующие пять с плюсом 55 минусом 4 с плюсом 44 с минусом и тройки эти оценки я параллельно выставляю вашу таблицу по геймификации вот здесь у вас будут оценки и сразу у вас подтянутся баллы за но в качестве экспириенса за выполненную работу зависимости от полученной оценки вы получаете определенное количество баллов пятерка с плюсом 800 пятерка 700 нам и так далее вот дальше что по статистике предыдущих потоков у нас среднем более 40 процентов работ попадает в лучшее то есть получаете оценку пятерка с плюсом пятерка или пятерка с минусом 40 процентов всех работ по всем портфолио всех студентов которые есть дальше дальше на основании итоговых оценок я принимаю решение попадает ли человек в мастер-группу и на как на каком статусе и в бирже критерии для того чтобы попасть в мастер-группу необходимо заработать две любых пятерки то есть любого качества все остальные должны быть четверки с плюсом не менее соответственно это минимальная оценка для того чтобы попасть в мастер-группу из пяти работ из пяти работ дальше если вы попадаете в мастер-группу по этому критерию до 2 пятерки любого качества и остальные четверки с плюсом не менее тогда вы попадаете еще и в биржу дополнительно бирже это классная стартовая площадка для новичков там можно за найти первые заказы собственно новички так и делают а потом уже они ставят на поток с свои заказы и бирже им потом становится не нужно вот то есть это такая стартовая штука потом дальше если человек попадает в мастер-группу он попадает еще и в чат мастер-группу чат мастер-группу штука прикольная тем что ваше обучение продолжится бесплатно уже после интенсива потому что вы попадаете в сообщество в котором совершенно другой контекст то есть там уже люди практикующие профессиональные дизайнеры с портфолио и опытом коммерческие заказы то есть там и тренера ваши лёша билицкий оля склянула сереж строгий вот и там еще есть крутые ребята которые вот некоторые у нас уже тренинг некоторые будут тренинг вот у которых с которыми можно просто общаться и которые будут вас поддерживать в чем прикол это не конкурентная среда эта среда поддерживающая вас и у вас получается такая штука что попадая в этот контекст вы начинаете очень быстро подтягиваться к среднему уровню этого контекста вот там есть ребята которые зарабатывают 100 150 тысяч рублей в месяц надо кстати мне сделать срез давно не делал может быть там уже появились истории 200 плюс но я не знаю короче дальше в мастер-группу можно попасть еще и в статусе джуниор для этого необходимо набрать одну пятерку и две четверки с плюсом и остальные не не менее 4 вроде так там дальше посмотрим ну что поехали тогда разбирать короче по критериям оценки я смотрю на на верстку композицию верстку текстов типографику потом на смыслы на визуальную коммуникацию это как вы умеете передавать смыслу визуально там пять групп я разбираю ну точнее не то что разбираю мне просто в голове эти критерии уже давно вшиты торпа надобтано вот я просто сравниваю и достаточно быстро могу сказать оценку этих критериев 11 у меня прям даже есть таблицы где их расписывал так ну чё если наш смотрит вторая группа у меня просьба ко второй группе разместите пожалуйста все работы через прикрепить документ вот так все что у вас приложено фигму или по ссылкам я не буду открывать потому что требует дохренища времени собственно сегодня мы будем тратить дохренища время потому что все приложили как попало так ну поехали видите да я фигму открываю грузится блин долго здесь мне тоже нужно адаптировать блин размер экрана теперь я не знаю а а а и а а а а а Так, поехали CG, промо-сувенир Наши услуги, портфолио компании Контакта Поехали сразу отмечать Короче, цветовая гамма приятная Ничего пока не выбивается Я, наверное, буду быстро отмечать Косячки, которые нужно отправить Разница в кегле Здесь и здесь У вас должны быть унифицированы кегли на странице Вот, здесь тоже Какой-то третий размер пошел Это все я отмечу в один косяк Дальше, в остальном Все чисто Кнопка Окей, изображение, огонь Слайдер понятен Он работает Интерактивный прототип Так, наши услуги Готовы промо-решения Промо с вашим дизайном Индивидуальный проект Индивидуальный проект Почему подобраны такие изображения Мне непонятно, да? Потому что здесь блокнот, подушка и пластинка Вот, возможно, нужно было подобрать более подходящее По смыслу изображение Это косяк В остальном, с версткой вообще полный порядок Нет никаких нареканий по части Отступов, выравнивания Все четко Паттерн, кстати, огонь Потом Здесь офигенно Здесь Так, я все-таки сделаю себе Офигеть О, ништяк Здесь офигенно Понятно, что можно нажать Потом иконки Ну, вроде как В одном стиле Инстаграм Зараза постоянно Выбивается Ну, можно делать так Чтобы не выбивался Верно? Так Потом Наши клиенты Да, супер Сделаны клиенты Вопросы Вот эта херня Должна быть По центру Она у тебя не по центру Че, блин Постоян Не по центру Делай Уже как В каком разборе Я утыкаюсь Вот эта херня Вот здесь Вот этот прямоугольник Остался По центру Телефон Тебе только нужно будет Куда-нибудь сдвинуть Вот Короче А так В целом Работа Достойная Она на пятерку С минусом Идет у нас Так Это че у нас Промо-страница, да? Да, ну Не могу редактировать Да, ладно Ну ладно Не отследил Сейчас я создам Куда новую Новый лист Сейчас Так Так Это курсовая Ага Да, спасибо Так Че пропало Так 5 с минусом Ну Тогда Потом посчитаем Баллы Да Так Виртуозы Прототип Так Баяном Решил сделать Так Баяном Аккордеон Стань гитаристом Два месяца До мечты Обучаем игре На гитаре Новосибирске Стандиша Компания За несколько недель Бесплатный урок Все круто Здесь Ну вроде Читаемо Все аккуратно Четко Охеренно выглядит Изображение Даже изображение Прикольно Обтравлено Даже волос Обтравлено Классно Да ладно Прикольно Что входит В курс занятий Так Шикардос Все понятно Все в киглях Ровненько С отступами Все охеренно Да Наша команда Тык Могу Еще послайдить Понятно Куда слайдить Понятно Что можно слайдить Видимся на курсах Новосибирского Ухты Пикольно Вот это вот Г Можете Сбирать У Просто пишите Новосибирка Запятая Кирова 53 Также понятно Что это город Правильно Да Еще интерактивненький Прототипчик Все ты завернул Тут прям Вообще молодец Это пятерка Работа огонь Так Это что у нас Что это Промо страницы 5 Ну у вас будет запись Если что Я запись Закачаю Так Это промо Так Окей Окей Закрываем Так Так Можно увеличить Маленечко Ладно Так Это что у нас Просто Карточка Что ли Да Карант Магазин Байков Еще раз Ага Вот он Так Так Интернет Магазин Байков Ебайкс Так Велосипеды Та-ра-та-та Более нормально Немного перегружена Шапка Еще что-то Свернуто Тут в бургер Да Так Окей Допустим Розетка Розетка Можно Розетку Сделать Не черной А серенькой Вот Чтобы она Ну или беленькой Даже да Чтобы она Не отвлекала Внимание Вот Потому что На самом деле Можно даже Без розетки Обойтись Потому что И так понятно Что это байк Электрический Вот Голубой Окей Выбран Нормально Дальше Вот эти вот Все формы Тоже Подходят Шрифт Такий Подходит Верстка Огонь Все понятно Просто Вот тут Только далеко И вот здесь Близко Этот Нужно Сдвинуть Чуть влево Это не так Принципиально Да что Тоже Принцип Прикольно Так И что дальше Ага Категория Я попал В категорию А я могу Вот так Тыкать Да А все Понял Так Это у нас Каталог Каталог В каталоге Есть ощущение Что мелко Нет Не мелко Нормально Выбрано Три цвета Выбрано Четыре бренда Можно Сгруппировать Получше Да Меньше Вот что Должен быть Да Круто Все Круто Так Тут Наличие товаров В наличии Короче Здесь ты можешь Посмотреть То что Можно Все повторения Оптимизировать Вот это Цвет Можно Слово Убрать Диаметр колес Надо Стать Потому что Не всем Понятно Аккумулятор Можно Убрать Вот И тут Еще важная Характеристика У этих Байков Это не Емкость Аккумулятора А запас Хода Вот И это Можно было Быть Показывать Окей Короче Это Работа На Пятерку Наверное На пятерку Прикольная работа Поехали Дальше Так Введите Код Ввели Код То что я вижу Мне пока что Нравится Займ Фиксированный Проценты По займу Ага Это что Про микропредиты Получается Решение О блин Даже скроллиться Так Огонь Огонь Прям вообще Огонь Так Это пятерка Потом Дальше Погода Да Погода Так Три выбранных Города Вот Выбранные Города И что Все Да А Вот Еще Да Так Трын Тын Скроллим Одиннадцать По часам Если я хочу Посмотреть Что у меня Там Вечером Будет То я Не могу Посмотреть Или я Могу Просто Прослайдить Прогноз Прогноз На 14 дней О Прикольно Ну Ну Че Тут Тоже Все Круто Достойная Работа Ну Вот Я Не сильно Загружаюсь В UX Потому Что Для этого Нужно Дополнительное Время Поэтому Основная Оценка Все Так Идет По Визуалу Ну И более Менее По Смыслам Так И Че Android Ну Антона Я поздравляю Офигенный Результат Мне нравится Поехали Дальше Катя Варламова Проекты Фигми Нафиг Не открываю Вот Это Открываем Так Какой-то Нереально Здоровый Размер 25% Ну Ладно Оценим Это Сначала Что Случилось С Изображением Минус Все Такое Пиксельное Дальше Что Случилось С Кеглем Вот Это Вылезло Нет Минус Потом Что Случилось С Контуром Чему Вот Этот Контур Толще Чем На Кнопке Куча Разных Кеглей Нет Почему Отступы Такие Раз Два Косяки Нет Вот это Все Слилось Да По стилю Нужно Выделить Отделить Ценника Нет Нет Катя Варламова Посмотри Фильмы Так Так Фильмы Давай Фильмы Пока Открою Сейчас В окне Откроем Да Вас Наверное Не Предупреждали Как Загружать Работы Да Блохо Тут Тоже Какие-то Изображения Через Зад Не Очень Качественные Так Фильмы На 8 Где Тут Тоже Некрасно А вот Все Качественно Загружаем Все Сорян Так Ладно С изображениями Ладно Фиг с ним Посмотрю Короче Еще раз Кегли Раз Размер Два Размер Три Размер Четыре Размер Косяк Дальше Вот тут Тоже Ты не Дотянула Обтравка Хреновая Вот Потом Здесь С отступами Ничего Не Поменялось Здесь Со Стилем Ничего Не Поменялось Вот Этот Перевес Идет На Левую Сторон Надо Переверстывать Все Здесь Белая Граница Зачем Либо Она Везде Либо Она Только Здесь Ладно Это Не так Критично Окей Фотография Качественная Дальше Что это За абзац Такой С С Расческой Вот Это Тоже Тоже Косяк Дальше Фактоиды Ну Блин Ладно Выровняно Не очень Аккуратно Ну Ладно Короче Слишком Большие Отступы Вот Здесь Внутри Поэтому У тебя Контент Всего Бота Он Не Выглядит Цельным Он Разваливается Косяк Отзывы Бле Где Автор А Вот Автор Вот Это Тоже Навигация Неаккуратна Вот Нет Неаккуратно Изображение Сделано Видите Вы обрезали Вот здесь Вот края Изображения Здесь Должны Быть Отступы Если Вы Хотите Сделать Нормально Вот Это Более Менее Нормально Сделано Так Процедура На обучение Тоже Так Подразвалилась И Короче Тут Нужно Унифицировать Кегли Внутри Блоков Да Вот Смотри У тебя Есть Основной Заголовок Там У тебя Есть Заголовок Блока Который Типа Больше По кегля Чем Заголовок Основной Вот Потом Есть Заголовки Внутри Блоков И Здесь Появились Еще Какие Кегли Другие Ну Короче Здесь Ну Прям Много Косичков В этой Работе Поэтому Она Получает Четверку Четверку Это у нас Екатерина Варламова Сейчас Найдем Да Я Разбираю Жестко Вот Просто Для того Чтобы Экономить Время Я Конечно Рад Был 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 Давать Вам Обратку Более Позитивным Ключе Надо Надо Торопиться Так Это У нас Было Чего Курсовая Да Это Четверка Ну Здесь Даже Не с Минусом Да Ну Ладно Пока Будет Четверка Потом Ладно Продолжаем Фигми Разбирать Так Виртуозы Короче Вот здесь Смотри Ты сделал Прямоугольное Вот это Вот меню А вот здесь Вот дыра Да И Короче Нету базы Под вот этим Вот И Получается Акцент Смещается Вправо Композиционный Центр Смещается Вправо Потому что Здесь У тебя Плотный Объект Здесь У тебя Плотный Цвет Вот Это Тоже Косяк То есть Нужно И делать Композицию Сбалансированный Вот Потом Тоже Пошли Какие-то Разные Кегли Здесь Один Кегли Здесь Второй Кегли Здесь Третий Кегли Вам что Про кегли Не рассказывали Что ли Или вы Забыли Бонусом Вы Что за Заголовок Умейте Учитесь Точнее Писать Информативные Заголовки Так Изображение Качественное Это Хорошо Вот Здесь Не по Центру Видно Выровняно Стоимость Курса Почему К заголовку Слайда На Хрена Это Нужно Зачем Здесь Развалилось Вот Это Более Менее Нормальный Блок Только Вот Эти Отступы Сверху Должны Быть Во-первых Они Одинаковые Должны А во-вторых Они Должны Быть Больше Чем Отступы Слева И Справа Фотография Качественная Здесь Не очень Контрастная Форма Такая Серая Как будто Она Спартакита Перекочевала Здесь Я бы Сделал Просто На темном Фоне Без Рамки Форму Было бы Посвободнее Так Ну Короче Тоже Четверка Тоже Четверка Дальше Едем Смотреть Вим Байкс Онлайн Магазин А Журнал Так Прикольно То Что Ты Собралась Это В кейс Заворачивать Но Не делайте Кейс Банально Банально Это Когда Вы Делаете Вот так Color И Объясняете Просто Цвета Лучше Был Вы Объясняли Почему Вы Используете Эти Цвета Как Потому Что Очевидно Что Вы Используете Именно Эти Цвета Именно Эти Шрифты Это Понятно Уже Из Макета Вот Объясните Почему Вы Используете Именно Эти Шрифты Именно Эти Цвета Фот Фотка Огонь Шрифт Отличный Вот Эта Часть Нужно Дорабатывать Потому Что У Тебя Карточка Слилась С Меню Логотип Прикольный Да Тоже Неплох Только Расческу Тут Нужно Подправить Хотя Она Не Сильно Критичная Фотография Огонь Почему Блин Я понимаю Что Это Акция Но Почему Делать Заголовок Гораздо Больше Чем Остальные Это Рушит Стилистику Ценники Далеко Друга Расположены Можно Ближе Поставить Потому Что Они Жили Вместе По Смыслу Да Изображение Окей Окей Вот Смотри Можно Было Было Сделать Такой Же Серый Да Вот Здесь Цвет Карточек Чтоб Контраст Был Так Найду Толок А Ничего Все Просто Прикольно Да По Цвету Тут Нельзя Выбрать Да Хотя Иногда Хочется Ну Так Нормально Не критично Карточка Чистая Это Хорошо Свернуть Развернуть Да Приходит Только Ты В карточке Не можешь Выбрать Тебе Нужно Выбрать Размер Рамы Вот И Размер Колес Если Модель Одна На Колес На Разных Может Идти Это Работа Уже Гораздо Лучше Чем Было Это У нас Что Интернет Магазин Ладно Пять Большой минус Поставлю Хочу Чтобы Ты Поправила Заголовки Отступы Подзаголовки Вот эти Вот Более Аккуратно Сделала Бы Ну Вот Пожалуй Все Займер Займер Зайцы Сидят При чем Тут Эти Зайцы Ну В смысле Зай Заяц Окей Понятно Они В смысле По стилистике Ни в какую Вообще Не вяжутся С Вот Этими Кружочками И Круговыми Формами Вот Здесь Не вяжутся Раз Цвет Тоже Маленько Вот этот Провалился Более Холодный Вот Эти Цифры Слишком Здоровые Вот Ты Бо Их Сделал Поменьше Раз В Полтора У Тебя Было Бо Гораздо Лучше Потому Что Цифры Или У Буквы Там Один Фиг Есть Внутреннее Пространство Своё Оно Не должно Быть Больше Чем Внешний Отступ То же Самое Правило Внутреннее Внешнее Применяйте И всё Вот Потом Ну И вот С этим Блоком Желательно Поработать Потому Что Он Выглядит Сейчас С точки Зрения Композиции Несбалансированный Как Рельсы Вот Неустойчиво То есть Да Другими словами Вот Эта Композиция Люблю Тоже Гораздо Более Устойчивая Приятная Расчёска Расчёска Не очень Вот Здесь Зачем Тебе Так Много Места Давать На Вот Эти Поля И Ещё Вот Эта Штука Не Выровнена Её Можно Левее Прям Тянуть Вот Это Проверя Короче Штёк Вот Чё Это Четвёрка Если Ты Эту Работу Выложишь В Портфолио Тогда Сразу Её Будет Пороть Вот Этот Экран И Этот Экран Так Дальше Так Здесь Поприятнее Поприятнее Вот Ты Либо Отделяй Жёстко Либо Вообще Не Отделяй Здесь Ты Не Отделил Это Хорошо У Тебя Получается Такой Бэкграунд Получился Прикольный Не Только Съехал Вот Этот Бургер Его Нужно Будет Сголосовывать А вот Здесь Ты Сделал Как бы Не то Не сё Компромиссное Решение Вот Делай Чтобы Она была Непрозрачная Жёсткая Вот Либо Тогда Унифицируй И делай Весь день Прозрачной Тогда У тебя Не будет Вопросов К бургеру Не будет Вопросов К фон Не будет Вопросов К этому Этран Сменю Вот Это Окей Сгруппировал Я Вот Это Минус Пятнадцать И Небольшой Снег Почему Ночью А Потому Что Вот Это Днем Да Ладно Допустим Короче Вот Это Вот Все Лучше Заменить На Кланке Либо Вообще Нафиг Ну да На какие-то Простые Пиктограммы Либо Вообще Убрать Потому Что Давление Так Понятно Что Давление Так Что Поставить Четверку С плюсом Поставлю Так Ну в общем Здесь Что Это В целом Это неплохой Результат Для окончания Курса Но нужно Еще работать Вот Доступ В чат Вопускников Будет Сразу Если вы Не попадаете В мастер Группу Ничего страшного Вы можете Подтянуть Работу В процессе Мне присылать В любое время Я Могу Это смотреть Когда у меня Будет Время И Пересматривать Оценки Потому Что Очень Хочу Чтобы Вы Улучшали Свои Работы Окей Ну Катя Я поздравляю Тебя С окончанием Курса Это была Офигенная История Да Как вам Вообще Ощущение От того Что Вы Прошли Интенсив Я Пока Почитаю Комменты Людмила Я Тоже Просто Решила Для удобства Дима Еще В комменты Загрузить Пнг Нам Сказали Что После Интенсива Мы Можем Выкупить Флок Чтобы Зря Не Попать Прошу Не ругать За шатры Я буду ругать За подпись Все равно Так Анна Корнаухова Ладно Фильмы Будем Открывать Так Как вам Интенсив Я задал Вопрос Хорошее Впечатление Вымотлась На удовольном У вас Будет Возможность Написать Здоровенный Отзыв Вот Такой С Вашей Ретроспективой Как Это Делали Выпускники Предыдущих Потоков Так С чего Начнем Давайте С промо Сайта Начнем Так Guitar School Новосибирск Я вот смотрю На цветовую схему И здесь Получается Когда Желтый На белом Тогда Получается Слабый И неуверенный Вот Когда Серый С желтым Работает Тогда Уже Лучше Гораздо Когда Черный С желтым Работает Тогда Это Прям Получается Четче Жестче Вот Например Ты можешь Дальше Экспериментировать Что если Ты бы Взяла И Сделала Желтый Желтый Фон Вот Какой Нибудь Черный Хайлайтер И чувака На фоне Ну и дальше Посмотрел Либо Черный Фон Желтый Хайлайт Чтобы Контраст Был Чувака На фоне И тогда Ты бы Получила Более Очевидный Контраст Более Сильную Такую Подачу Вот По Композиции Ну Вопросов Нет В принципе Вот этот Логотип Только Развалился На две части Развалился На две части Потому что Просто Вот этот Разделитель Он тупо Не заметит И это Минус Так Это что Скроу Ну ладно Допустим Какой-то Сплюснутый Логотип Ютуба Инстаграм Кривая Иконка Так Дальше Кстати Ну ладно Про цвета Потом Пока Посмотрю Здесь Здесь Расчес Очень много Расчес В смысле Здоровенная Это Можно Все Упрощать По Композиции Построен Нормально Расчес Коски Заключил Вот Здесь У тебя Пошло Уже Более Плотно Типа Серый С желтым Уже Более Уверен По Цвету Скорее Всего Этот блок Можно Было Как-то По Граммах Более Сбаланс Более Ну короче Как-то Более По-сердски Выстроить Здесь Например Заголовок Здесь У тебя We're waiting For Blah Бла Короче И Вот это Нужно Как-то Связывать Вместе Воедино Тож Карту Разбила Вот Эта Вот Форма И Еще Вот Этими Контактами Ты Лучше Сделай Одну Форму С Контактами Вместе На Белом Фоне И Все Опусти Ее Вниз Сюда Так Сюда Ну Все Для Для Меня Все Просто Ну Окей Окей Изображение Получше Обтравить Но Это Ладно Не Так Сильно Заметно Не Очень Качественное Изображение Чего Поставим Ну Пятерку С Минусом Поставим С Минусом Так Курсач Вот Это Фото Так Онлайн Фитнес Проект Ксении Романовой Шрифт Как Стройная Но Накачанная Женщина Ну Подходит Вопросов Нет Почему Жирный И серый В меню Непонятно Логотип Слишком Здоровый Выбивается Я бы Сделал Меньше Было бы Аккуратнее Иконки Ты взяла Мягкие С Бликами И Это Выбивается Из общей Стилистики Потому Что У тебя Здесь Угол Не скругленный Здесь Угол У тебя Вообще Острый Где Куда Куда У тебя Кстати Делался Такой Сочный Градиент Отсюда Мне Непонятно Короче Градиент Стиль Разница Кегли Потом Разница В стилистике Иконах Элементов Интерфейса Вот По части Заголовков Тут Все Ништяк Блин Разница Кегли Ну вот Серьезно Так нельзя Делать Здесь Пошел Вообще Какой-то Еще Четвертый Кегль Ё-моё Унифицировать Надо Все Кегли Здесь Окей Понятно Вправо А влево Если хочется Нельзя Живер Так Заголовок Отвалился И вот Эти Вот Элементы Они С серым Начали Сливаться Грязь Создается Не очень Хорошо Если Здесь Это Нормально То Здесь Не очень Большой Отступ Слишком Бордовый Скучный Вот этот Без Градиента Винный Точнее Вот Это Мотивация Ни хера Не мотивирует Серый Вот Так Короче Изображение Огонь С Серым С Винным Нужно Нужно Подумать С Контрастом Нужно Поработать Кегли Нужно Унифицировать Стилистику Шрифтов Нужно Унифицировать Стилистику Иконок Нужно Унифицировать Как бы При Все Всей Красоте Фотографии Это Четверка С Плюсом Так Дальше Погнали Интернет Магазин Вот Интернет Магазин Более Сочно Получился Качество Изображений Тоже Решает Шрифт Подходящий Цвет Подходящий Хайлайт Прикольный Мягкий Про Утро Тренировочки Цвет Подходит Да Прикольно Ну Обрезал Тут Конечно Бать Ну Ладно Наверное Так Можно Не критично А вот Здесь Критично Прям Пол Колеса Херат Самокаты Запчасти Кипировка Огонь Да 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 Ну Да Это Прикольно Так Персиковые Меню Ну Ог Пусть Будет Горные Цифра Показывает Сколько Всего Ну Допустим Надо Это Может быть Не так Важно Конечно Но Полезно Может быть Традиционный Такая Традиционный Такой Интерфейс Ну Это Конечно Базовый Интерфейс Вот Прикольно Что вы С него Начинаете Конечно Хочется Видеть Что-нибудь Такое Попроще Поинтереснее Вот Вот эти Вот Вставки Да Это Вот Свежак Это Прям Интересно Так Карточка Хочется Вообще Даже Вот Прямоугольник Убрать Белый И Распределить Характеристики Так Чтобы А И Ввести Вот Это В центральный На центральный План Прям По центру Затирать Ну Это Ладно Это Эксперименты Вот Здесь Заголовок Он Слишком Сильно Перевешивает Он И Он Не Объединяет Как будто Получается Он Принадлежит К Изображению Да Сот Проблема Это Минус Слишком Далеко Это Тоже Минус Так Ну Короче Карточку Надо Дорабатывать Но Несмотря На Все Это Оценка 5 с Минусом В интернет Магазин 50 с Минусом Пойдет Анна Что-то Я расстроилась За такой Жесткий Разбор Подожди Я же Тебя Еще Не Разбирал Или Это Подождите Расстраиваться Да И вообще Смысл В том Что Вы Расстраиваетесь То Что Вы Расстраиваетесь Вас К результату Быстрее Не Приведет Правильно Можете Хоть Забежаться И Зарасстраиваться Главное Что Вы Знаете Нафига Вам Дизайн Нужен Если Вы Понимаете Что У вас Сейчас Работа Не На Должном Уровне Это Просто Обозначает Вашу Точку А И Это Просто Обозначает То Что Вам Еще Нужно Сделать Для Того Чтобы Достичь Классной Точки Б Из Ближайших Целей Даже Если Не Попадете В Мастер Группу Вы Пойдете В Чат Вы Спасников Там Тоже Професс Нами Ребята Потом Вы Подтягиваетесь Мастер Группу Потом Вы Начинаете Подтягиваться Внутри Мастер Группу Вот Фишка В чем У каждого Разная Скорость Прогресс Это Нормально И Бывает Иногда Хочется Расстроиться Или Обидеться Если У кого Это Круче Горазный Результат Чем У тебя А ты Типа Такой Идиот И у тебя Не Получается Делать Быстро И Круто Так Ж Как Остальные Но Эта Херня Полная Потому Что Это Таракан Вот Еще Раз То Что Определяет Это Ваше То Что Определяет Конечный Результат Это Ваши Шаги Не Важно Какая Точка Главное Понимать И Отталкиваться Просто От нее И все Я Рассказываю Постоянно Всем Историю Жени Кузнецовой Которая У нас Отвела 9 Потоков В качестве Тренера Она Была Со мной Из Первого Нашего Интенсива И Она Так Жестко Тупила У нее Работа Были Просто Ну Просто Вообще Я Не Знаю Как Такие Работы Я Мог Смотреть Вот И Она Потом Пошла Еще Через Один Поток Прошла Интенсив Потом Прошла Еще Один Интенсив Потом Прошла Два Воркаута Потом Еще Херачила Свои Заказы В общем Она Прокачалась За Два Года До Офигенного Уровня Потом Я ее Пригласил К нам В тренер Вот Поэтому Я Верю Что У каждого Человека Получится В любом Случае Вопрос Только При каких Условиях Одные Данные Просто Немножко Отличаются От человека От человека Вот Поэтому Знаете Что Вы можете Сделать Вы можете Себя Похвалить За то Что Вы прошли Интенсив И Прям Написать Себе Список Благодарностей За что Вы Благодарите Себя В результате Этого Интенсива Или Что Вы Делали Такого На Интенсиве За что Вам Хочется Себя Поблагодарить Это Важно Сделать Вот Прям Рекомендую Каждому Это Сделать После Окончания Интенсива Иначе Вы Нахер Обесцените Свои Результаты Вот Это Равносильно Тому Что Вы Выкидываете 50 тысяч На Помойку И свое Время В течении Трех Месяцев Вот Ну Как Вы Решите Так И Будет Поехали Смотреть Дальше Мобильное Приложение Микрозаймы Способы Получения Так Первая Регистрация Трытый Ты Регистрируешься Хорошо Мне Все Нравится Цвет Мне Говорит О том Что Все Просто Чувак 15 тысяч На 23 дня Оп Все Получил Дату Возврат Так Оформить Зам Ништяк Текущие Займы Погасить Задолженность Да Прикольно Чат С менеджером Охеренное Приложение В смысле Охеренный Интерфейс Охеренная Презентация Это Пятерка Дальше Короче Вот этот экран Можно было Явно Сделать Поинтереснее Москва Сочи Санкт-Петербург Самара И Чего Вот это Вот за Серый Демонтирующий Блок Мне Непонятно Это Минус Иллюстрацию Сама Собрала Если Да То Прикольно Только Колеса Овальные Слишком далеко Вот это Идеально Вот это Идеально Здесь Мои места Короче С иконками Немножко Не согласованы И иконки Сами между собой Не сильно согласованы Потому что Это Больше Это Меньше Это Четверка С плюсом Ну Как бы В целом Это неплохой результат По окончанию Курса Мы едем Мы едем дальше Аниме Поздравляю С окончанием Так Наталья Тарасова Так 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 Че Как мне работать Смотреть Как Как увеличить короче нужно было прикреплять через документ здесь все работы хрен это работ о левой брат смотрим род сейфти же не рисолюшен внецов рода констракции так круто короче здесь слишком близко к верхнему краю нужно отлеплять потому что эти три блока они отвалились друг от друга так раз косяк зачем ты отделяешь вот так непонятно потому что здесь получается отступы они начинают казаться однотипными да и поэтому они и хочется сделать одинаковыми на вот тоже косяк то есть хочется баланс от балансировать как-то визуально хотя это не надо делать поэтому нафиг вот этот разделитель вот потом потом здесь может быть добавить как-то эмоции больше да про дорожную безопасность почете такое может быть здесь просто будет картинка едущий машины по дороге это солнечный день там так далее а потом уже ты дальше начинаешь слайдить и у тебя появляется изображение если конечно дальше там заморачиваться и более такие глубокие скиллы иметь в техническом дизайне когда можно сделать и то и другое на одном изображении например делаешь картинку например то как сделано отбойники ты показываешь внутря когда с помощью чертежей как будто рентген вот вот это можно сделать поменьше было вот этот блок в принципе зарабатывать дофига только сделать делать вот здесь слайдер всего можно сделать день в углу вот ну то есть четыре точки дать да и вот здесь здесь одно здесь другое здесь третье play только непонятно к чему это относится помните правила модульности композиция должна быть разделена на не пересекающийся прямоугольник здесь те прямоугольники пересекаются заголовок отвалился непонятно к чему относится верхний блок или книжный блок потому что здесь отступ больше контрасты цветовые прикольно цвет основной выбран корректно красный как понимание тоже структура есть вот чё это такое заголовок или врезка какая-то чё это непонятно фотки огонь короче смотри с цветом круто со шрифтами круто кроме основного заголовка с наборным круто со стилем типа в типографике круто вот сверстка и есть косяки я конечно не могу поставить за эту работу на 4 с плюсом новым если мы опубликуем вот это в лучших мы сразу выхватили с главного экрана не знаю давай поставлю четыре с плюсом все таки чтобы тебя была мотивация поправить так наталья тарасова ну ли полин я не знаю чё сделать чё это такое у нас курсовая до 4 не знаю пять двумя минусом поставлю анимация вот это анимация на android ну окей я дойду еще до анимации так ред гитар и так скух прикольно опозитный цвета слишком большая разрядка слишком большой интерлиняж между ними нужно чуть поменьше сделать вот потом здесь ну идея прикольная такого верда фига объектов нужно упрощать в остальном нормально вот это тоже прикольно вот эти градиенты надо аккуратно сделать вот эта схема так программа стартуем и здесь fundamentals one fundamental стул потом выбор либо в рок-кантри или в блюз и еще пара уровней там не только они почему-то одинаковые да они должны быть разные здесь одинаковый контент пофиксить старт хир не выровнено должно быть выровнено так в целом блок аккуратно только сверстка вопрос короче тебя нужно подкачать чуть-чуть вертку все быть нормально все дискомпозиционным решением прикольно тебя начало получаться да тоже круто что за хрень ну это идея интересная только нужна обработка получше обтравка чуваков нужно получше это 5 с минусом работы прикольная работа сверстка нужно прокачать так дальше город магазин сити байкс так похоже я где-то я уже видел ладно вот у яркого желтого с белым вот прям но который ближе к оранжевым с белым да покруче контраст можно желтый разбирали такой вот райды байк это магазин по продаже велосипедов аксессуаров короче вот так вот нежнее надо сделать то что в меню норм сам байк ништяк видео видно вот это да прикольно это да да чисто и прикольно короче можно объединить наверное 70 процентов и иконку сейл убрать мусор вот этот визуальный так чё тут с чего ради то пошли плитки где тут плитки ключи тоже вопрос окей стилистика пошла то же самое прикольно окей ну ладно так так каталог сначала короче я в каталогах за упрощение всего чё только можно вот это вот сейф можно заменить одной иконкой вот эти вот буллеты можно убрать так будет проще и можно как-то все разрядить и ценник сделать менее мощным чем заголовок ну а так в целом норм как бы так свеженько повязывал 4 5 минусом 5 с минусом так логин залогинился все приятно нравится так здесь то что ледом и прям здесь же и баланс что ли это мой чё это мой кошелек что ли и отсюда я беру кредит ладно на гости взял ну короче все выглядит логично вроде и с визуалом порядок это пятерка анимаха то что ты сделал анимацию это прям экстра майло это круто все в одном стиле да так аккуратненько все сделано да здорово вложилась в работу да буквально это пятерка так пятерка ну что наталья я поздравляю это отличный результат по окончанию курса единственное пожелание доработать давать четверка с плюсом доработать вот верстку и подтянуть вот эту работу чтобы вернуть все на пятерки вот у тебя это четверка с плюсом покруче многих пятерок с минусом но это просто для тебя чтобы ты знал и чтобы у тебя работа стала круче еще вот отличный результат супер так максим мазурин поехали работа в фигме ну ладно поехали в фигме открывать артур ребята с каждым интенсивом дают работу все круче и круче ну в целом да артур что у нас в куратор в куратор так курсач у кого у максима так умный футбольный мяч да ладно как это научись бить как звезды мирового футбола заказать так вот эти вот паттерны в тему а вот этот вот паттерн что-то не в тему слабая какая-то вот эта вот рамка а нафиг она вообще нужна непонятно и еще и мяч стоит криво завален влево что за мяч виртуальный тренер который анализирует показатели удар спортсмена дает рекомендации на основе получит да сила удара траектория полета скорость вращения с помощью него спортсмен улучшает свою технику вот это крутяк вот эти срезанные углы это да это в тему все так ладно я чё-то залит на продукте мне же надо верст посмотреть визуал так черный белый геометрия в тему бирюзовый травка наверное да и технологичность ладно допустим здесь отвалилась вот эта вот строка ее нужно ближе сделать хотя пока что не критическим потом быть критично здесь я предпочитаю вот эти вот выноски хотя бы радиально как-то унифицировать то есть вот эти вот штуки они должны быть от центра окружности выноски ну как бы чувствуется еще подача новичковская такая в некоторых у него моментах визуала ну это ты подтянешь короче это пятерка с минусом вот это более такая идеальная работа чем предыдущая короче здесь нужно еще порядок навести да здесь уже порядок более-менее вот эту вот гитару логотип прикольный ты только можешь сделать ее контрастнее то есть черный на черным цветом вот по поводу выбора оранжевенького да совершенно согласен здесь про домашний какой-то уют там дома посидеть поиграть эээ или костерок какой-нибудь шрифт супер вообще подходящий фон отличный изображение композиции огонь да да контраста только здесь надо добавить короче здесь два незначительных косяка по контрасту я могу поставить за пятерку потому что работа огонь велики голубой зима лето лето небо ладно пусть будет почему голубой сейчас все велик со скидкой 8 процент на даже тоже собрать создать красненький хоть больше подойдет так как основной угу вот это агрессивно получилось розовый подобрал здесь смещение в тело окей свобода воздух короче ну я понял вопрос только зачем те же тут основной смысл велосипеды со скидкой 8 процентов свобода воздух создает какой-то не призыв к действию но он холли такой ну вот такой да 80 процентов такие а нужно прям вот мне кажется такую атмосферу заряжающую создавать под этот посыл вот какой-то такой более экстремальную какую-то наверное больше и вот это изображение с очками дохеряно дошло на таком же фоне так вот мне нравится здесь как сделана карточка просто понятно что это зачем здесь логотип еще раз такой большой короче это вот четверка с плюсом у нас работа с цветами вопросом так рано закро да да так айос сумма срок вот это по колхозному вот это более-менее еще с отступаемым вопросы двоеточие вопросы стилистика типографика вопросы здоровее называл вопросы иногда четверка так так здесь более-менее получше с контрастом надо только решить вопрос и социумами между у тебя внешне больше получилось и с легендой тоже нужно определиться потому что у тебя и стоит с другой стороны лучше сделать с одной стороны либо убрать эти круги короче задавайте себе вопрос имеет ли смысл определенная форма она у тебя сильно на себя перетягивает внимание возможно она здесь и не нужна можно решить просто вопрос с таймлайном и все основной фокус внимания сюда занял место короче меню можно сделать более информативным но слишком такие тени грязные это 4 с плюсом все похоже на то ну что это неплохой результат неплохой результат улучшай работу тебе надо улучшить работу сейчас посмотрим по результатам по мастер-брукту ну я тебя поздравляю то что ты дошел до конца не каждый на это способен на нашем курсе так курсач там магазин приложение промо страницы на дропбоксе так ладно какие на школы для детей что фотка не прогрузилась что ли пока что так так здесь тоже грузится похоже так может здесь посмотреть промо так 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 что так 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 очень что Полный экран. Да нахер мне полный экран. Так. Видите, да, когда вы прикладываете в разных ресурсах, мне приходится разбираться каждый раз. О, а любое. Here musicians are born. Так, ладно. Что за эффект? Ну ладно. На штабленность не влияет. Эм... Эм... Как бы... Вот эта форма гранжевая, она в принципе в тему, только ее должно быть меньше в количестве, да? То есть она должна быть проще как-то. Тогда, да. Тогда был бы крутой цвет, да. Абзация аккуратная. Почему этих пятен должно быть меньше, чтобы они не отвлекали внимание от основного, а только создавали атмосферу. Плохой блок по верстке. Ну, то есть сетка развалена. Здесь тоже, смотри, здесь, 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 здесь тоже. Ну, это жесть. Короче, в итоге это четверка. Начал прикольно, он закончил плохо. Смирнов, ярослав. Так, окей прогрузился. Да, прикольненько. Здесь можно ссылку на... на карту сделать. Да, сетка прикольная. Да. Вот, ступо одинаковый нам делать. Кнопка чутко отвалилась. Отравлено плоховато, надо получше. Можно давать больше внимания, да, то есть вот по... по торсу обрезать, больше изображений делать. Чем отличаются эти тарифы, непонятно, да, то есть визуальную кодировку, можно замокить какой-нибудь. Почему такой здоровенный оттуп здесь, мне непонятно. разные кегли, кстати, я это не отмечал, еще и отмечу. Ну, что, что, что. Начал хорошо, в принципе, и закончил тоже неплохо. Четы, нет, блядь, пять с минусом, наверное, на твоего уровня. Это у нас что? Курсач, да? С версткой надо работать. Нирф, каннибал. Я катался на таком эфирке. Короче, вот это слишком разваливает, да, верхнюю часть шапки. Поэтому можно как-то перегруппировать, типа, вот в этот угол, выносить, да. А, можно вот это вот вынести наверх, да, черную шапку, чтобы не разваливать на этаже. Потом здесь логотип, здесь, типа, контакты. Здесь вся эта фигня с поиском и логином, и корзиной, и так далее, и все. И дальше у тебя идет карточка, и все получается просто шикарно. Ну, да, да, прикольно, прикольно. Да, прикольно. Логотипы тоже прикольно. Вот здесь какой-то жесткий пригруз, вот в этой части. И как будто у тебя, знаешь, выделилась вот эта вот какую-то отдельную сущность, да. И вот эти вот изображения, они все поотваливались. То есть, они как бы не объединены со своим описанием. Дальше, когда ты делаешь вот такую разницу жесткую в размерах, да, у тебя получается, ну, прям очень раздробленный кусок такой, да. Вот. Здесь обтравить бы получше, а белый контур бы остался. Ну, и что? Ну, в принципе, пятерка с минусом, да. Сейчас посмотрим. А, я думаю, почему тут лучше получилось объединить, чем в предыдущем. Типовярчик уже одинаковый. Ну, зависит от размера изображения и от формы, да. Вот здесь горизонтальный прямоугольник, поэтому он и еще чуть ближе поставлен к описанию, получилось лучше. Ну, вот это вот тот же самый вопрос. Эй, т-т-т-т, карточка. Карточка. Что это вот такое? Почему не на всю ширину? Почему? Короче, вот тут колонка, знаешь, читается жестко, а вот это нет. Нет, ну нет, надо переделывать. Потом цвета у тебя поразваливались, размеры поразваливались. Так, ну, чего? Блин, ну, четверка с плюсом, наверное. Ну, такая солидная, хорошая. Надо дорабатывать. Так. Да, прикольно. Здорово, когда в приложении есть, как бы, одна основная часть, которая содержит основную информацию и привлекает внимание сразу же, а потом все остальное второстепенное. Но вот здесь вот слишком сильный контраст между вот этими вот этим, это окей. И вот эти можно было сделать даже, наверное, с какой-то рамкой, или, ну, как-то больше выделить, или цвет более насыщенный сделать. Скорее всего, цвет, потому что рамка будет перво смотреться. Ну, поверстка прикольная. Короче, а здесь вот ты уже неправильно сделал по вниманию. То есть, если бы ты то же самое правило применил отсюда, сюда, сделал бы вот эту часть основной, а вот эту часть второстепенной был бы лучше. Здесь вообще ни хрена не понятно. Ну, в смысле, очень много разношерстной информации. Ну, здесь понятно. Короче, вы когда делаете мобильное приложение, у вас на одном экране должна быть одна вот прям очевидная ненанка. Офигенный закат. Вот эти вот две части развалились. Валились друг от друга. Вот это расходы, доходы. Смотри, вот эта информативная часть, она не интерактивная. Ее подальше от пальца можно двинуть. Поближе глазам. А вот эта вот интерактивная часть, ее ниже ставишь. Вот сюда больше внимания, сюда чуть меньше внимания. Это элемент управления. Здесь слишком много внимания на разделители. Нет. Начал круто, а потом опять, что-то куда-то все пошло. Четыре с плюсом. Почему ты боишься работать с контрастами? Ну, то есть, вот это прям так. Зачем ты вот это вот сделал прозрачно? Мне непонятно. Это же основное внимание. И вот это вот зачем? Please wait. Вот это очень стандартный элемент. Это знаешь, как клип-артовый объект тоже. Нафиг его. Ну, в смысле, в такой стилистике. Ты когда презентацию делаешь, ты делай заголовки тоже. Ну, что у тебя четыре непонятных записи. Это даже и не список. И так, понятно, что ты используешься роботом. Нафиг об этом писать? Лучше объяснить, почему ты используешь этот шрифт. Почему этот цвет? Здесь контраст слабый. Синий на синий. Вообще не алю. Леда прототип. Нет. Похоже, нет. Короче, тебе нужно в этом разобраться с контрастами. Вот этот экран классный. Вот этот экран более-менее в тени только. Сделай менее заметный. Вот этот экран. Вот этот экран. Посмотри, какую инфу ты вытаскиваешь на первый план. Характеристика. Нахера. Это же не информативно. Вот, короче, все, что не информативное, нафиг. Потому что в этом пользы для пользователя нет. Вот. Все, что информативное, на передний план. И все. И вы только научитесь приоритеты расставлять по поводу того, чего выносить на передний план, чего прятать. Вот. Короче, при создании любой вообще фигни в вашем интерфейсе, да, любого элемента, руководствуйтесь пользой. Несет ли этот элемент пользу для человека или нет. Если несет, тогда делайте на него очень больше внимания. Если не несет, убирайте на прежде. Худрерка. Ну, это хороший результат. По окончанию. Я благодарю тебя, что дошел до конца. И поздравляю тебя с этим фактом. С этим достижением. Полина. Ничего, что я жую. Что кушать хоть? Полина. Заводчик. Так. Растения. Ага, все, это курсач, да? Что, курсач? Ну, ладно, курсач-то курсач. Да, стык. Наврали. Ладно. Так. Растения. Кегли. Разделители. Слабый контраст. Непонятная композиция. Ошибки в отступах. Здесь, ну ладно, более-менее. Зачем лист в левом верхнем углу? Он не информативен, но внимание привлекает. Разные стили кнопок. Разные стили кнопок. Отступы. Вот этот блок прикольный. Вот здесь тени. Слишком грязные. Отступы маленькие. Здесь контрасты не хватает. Это тройка с плюсом. Что произошло? Почему курсовая работа, которая сделана у нас после всех вот этих, в таком состоянии? Тем более, эти-то работа вроде как и ничего. Так. Ride your dream. Ну ладно, шапка вроде более-менее. Bikestar. Короче, хочется отлепить чуть-чуть шапку. Больше отступ сделать сверху. Здесь меньше тролиняш. Что это за синяя фигня? Непонятно. Синий разделить он не имеет смысла. Такого. Вот. Ну и вымаски нужно как-то аккуратно сделать. Тоже. Короче, блок вот этот более-менее. Только меня смущает вот этот вот оску. Между. Его можно было избежать, поставив вот здесь сумму. А эту карту сделать здесь, в этом углу. Зачем кнопки выйти по центру? Непонятно. Можно было выровнять и поддержать рифму с головки. Так. Здесь слишком здоровенный отступ. Разные кегли. Блин. Ну, с этим нужно реально работать. Чего это такое, непонятно. Композиция, мы сбалансированы. Здесь тоже дыра. Здесь развалилась на две части, потому что вот это вот побольше, чем вот этот. Здесь развалилась на три части. Центральная объединена с заголовком. Центральная объединена с заголовком. Чего там за комментарий? Вообще непонятно. С оценкой полная противоположность всем разбором и замечаниям тренеров. Смотрел каждый момент. Вопрос. Кого тогда слушать, если то, что у тренеров у вас плохо? Короче, этот момент вам уже должны были разъяснять, если что. Вот. Люди разные. Разные люди подмечают разные нюансы. То, что они подмечают, все имеет смысл. Леша подмечает одно, Оля подмечает другое, я подмечаю третью. Вот. Если стараетесь мыслить не альтернативой, что типа если Леша сказал одно, Оля сказала другое, то эти мнения, два противоположных. Нет. Это два дополняющих мнения. Об этом, я не знаю, вам должно быть не раз говорить. То, что я делаю, это не разбор, это оценка. Потом, что с этим делать совсем? Собирайте в кучу и ищите решение. Так, что будут вылетворять первому, второму, третьему. Вот. Потому что если вы не научитесь мыслить в таком контексте, вы будете постоянно впарываться вправкой заказчика. Считаю. Правки противоположностью. Вот. Ну типа, как можно сделать, чтобы влезло или не влезло. Как можно сделать синий и красный. Как можно сделать большой и маленький. Как можно сделать меню, чтобы оно было, чтобы его не было. Вот. Это называется креативное мышление. Ну то есть умение находить решение в любой ситуации. Я принимаю, что противоположности могут существовать одновременно. Ну вот. Существует два типа мышления. Первое. Еще раз, да, фуллок. Это альтернативное мышление. Когда ты мыслишь альтернативой. Либо большой, либо маленькой. Либо горячей, либо холодной. Либо дорогой, либо дешевый. А второе. Это когда ты мыслишь бескомпромиссно. Вот. То есть ты знаешь, что возможно и то, и другое. Вопрос только при каких условиях. Здесь себе нужно задавать вопрос. При каких условиях это возможно. Вот. Возвращаясь к тренерам. При каких условиях работа может удовлетворять. Или Алексея, и Олю, и меня. Вот ваша задача. Если она будет удовлетворять всех трех, это будет однозначно сильное решение. Понятно, я объяснил. Так, дальше поехали. Ви-Саунд. Почему такое выравнивание здесь? Почему такой отступ здесь? Зачем вообще вот эта панель? А ладно, с композицией еще подальше. Зачем вот это? Это получается отделяется, отделяешь этажом. Зачем, непонятно. Зачем еще и этот разделитель? Тоже непонятно. Композиция не отбалансирована. Центр типа есть, а левая часть тяжелее, чем правая. С кеглями тоже проблема. Все кегли нужно унифицировать. У вас на странице должно быть максимум 4 кегла. Кегли с учетом заголовков. Основной заголовок, заголовок, блок, подзаголовок, блока, технический наборный. Ну, максимум 5. Лучше 4. Короче, это работа на четверку. Четверку. С минусом, наверное, даже. Так. Дальше поехали. Тоже куча разных кеглей, да? Раз, два, три, четыре, пять. В приложении 5 кеглей. В приложении сколько должно быть кеглей максимум? Наверное, 3. Заголовок, подзаголовок и текст. И все. Потому что основного заголовка там нафиг не надо делать. Может быть, даже лучше два. Оставлять заголовок и текст. Вот. Блин, что я могу здесь сказать? Раз, косяк с текстом. Дальше вот здесь непонятно, что за заголовок. Это косяк с иерархией, с контрастом, с композицией. Ну вот. Ну то есть, вот взять вот тот же самый контент и его упорядочить на основе тех правил, которые вы проходили на интенсиве. Будет супер. Вопрос в умении их применять. Если вы классно работали на интенсиве, у вас умение должно сформироваться. Если нет, тогда у вас умение не формируется. Или имеем, то что имеем. Так, чего? iOS. Четверка. Android. Короче, вот эти все столбцы развалились, потому что они далеко дальше друг от друга, чем внешние отступы. Ну, иллюстрации. Прикольно, что ты, наверное, сама их сделала, да? Но для новичка это всегда затрата по времени сделать крутую иллюстрацию, если сроки сжатые. Поэтому лучше брать, наверное, что-то готовое и на этом готовом собирать. Тогда получится выгоднее. Ну, то есть и смотреться будет, и время сэкономить. Вот. Дальше. Ну, по поводу цвета. Здесь нужно... В иллюстрации нужно прям следить за цветовой схемой. Потому что здесь у тебя прям чистые, кричащие цвета. Зеленый, красный. Вот. Посмотри, как рассказывает про баланс цвета. Как его зовут? Господи. Мэйдрэбит. Никита. Вот. У него прям вот он вообще замороченный чувак. У него прям очень классно получается. Рассказывает про это. И делает он круто. Так, потом... Ну, ладно. Это четверка. Четверка с минусом. Мэйдрэбит. 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 Попиарил чувака. Чувака немножко. Мы с ним сотрудничаем, кстати. Так, ну, Полина, что я могу сказать? Результат нужно подтягивать. Если ты хочешь дальше развиваться в дизайне, не бросай. Старайся воспринять эту оценку просто как оценку. И как обозначение твоей точки А. Я оцениваю с точки зрения своей колокольни, которая у меня привязана к общему рыночному тренду. Потому что через мои руки прошло, ну, больше тысячи портфолио. Вот. Я четко себе отдаю отчет, что значит для меня хорошо, что нет. Вот. И представьте, как будто я заказчик и смотрю очень критически студентов. Точнее, смотрю очень критически портфолио дизайнеров. Принимаю решение, я буду с ними работать или нет. Обычно я это делаю гораздо быстрее. Но здесь я просто вставляю кое-какие комментарии. Вот. Ладно, едем дальше. Анна Бержакова. Помните, вебинар в самом первом вебинаре «Тема по уровню нормы». И если, ну да, там есть формализация, критерия «нравится-не нравится». То, что я сейчас делаю, я по сути даю оценку «нравится-не нравится». Только она, ну, как сказать, разделяется на там всякие пятерки, четверки и так далее. Вот. Но на самом деле это нравится-не нравится. Нравится-не нравится, там очень такая глубокая логика внутри. Потому что мое нравится, мое не нравится, оно основано на прям многоуровневой системе факторов. Вот. Почему так быстро работает, например? Ну, это потому что образное мышление. Образное мышление у каждого человека, ну, это быстрая история. Вот. Поэтому я могу выбрать, выдать ответ вот прям вдоль секунды и не объяснять ничего. Тут же нужны какие-то комментарии, верно? Так, что, где мне открывать? Ага, Евгений. Почему проходила форс Полина, а отвечает мне Евгений. С аккаунтом уже смотришь. Лого-тайп. Не надо, пожалуйста, делать рыбьи всякие заставки, шаблончики всякие, лоры мыпсом и так далее. За это сразу буду снижать баллы, несмотря на всю красоту работы. Чисто, в остальном чисто, шрифт подходящий, аккуратно сделаны изображения, передний и задний план. Здесь понятно, что делать, но вот этот вот цвет, он, мне кажется, здесь должно быть что-то более контрастное. Это нужно переработать. На абзаце разбил это хорошо. Галерея. Интересно смотреть, да, и фотки классные. Горизонты только когда завалены, вы их обратно возвращаете. Вот это получилось прям дешево, да, то есть такой костылек небольшой, да, то есть здесь прозрачненько. Сделайте, если хотите, чтобы у вас не было жесткой границы, сделайте маску поинтереснее. Вот, иконки. Иконки балансируйте, желательно, чтобы на всем сайте у вас они были одинакового размера. Здесь они получились слишком здоровые, а во втором блоке слишком маленькие. Вот, здесь не выровняно, это плохо, контраст слабый. Короче, вот этот вот, как сказать, циановый, он дает тебе очень слабый контраст. Да, вот здесь что-то сделало, все прям шикарно. А здесь нет. Может быть, сделать нормальный какие-нибудь, более нормальный какой-нибудь, более плотный цвет. Можно даже добавить градиент, у тебя будет более глубокая такая история, живая, да. Смотри, с чего ты начинаешь. Вот, небо, градиент, круто. Короче, за иконки, за цвет, это 4 с плюсом. Так, кто у нас, кто? Анна. Так. У нас что было, курсовая? Так, промо сайт, думаю, это должно быть что-то интересное. Так, игра на гитаре. Прикольно. Классное подобранное стилизованное фото. Единственное, тоже с маской тебе нужно научиться работать, да. Не знаю, может быть, эта фотография была прямо обрезана по гитаре, тогда как бы нужно что-то дальше делать. Вот, в принципе, не сложно эту гитару даже в фотошопчике восстановить, даже если она была обрезана. Цвет, огонь. Создается такая атмосфера камерная. Типа вечер, ночь, отдых, да, прикольно. Ну, то есть комментируется, смысл и удойдет. Если ты это и хотела сделать, то это прикольно. Тебе удалось. Город, вечер, квартирник или какая-нибудь тусовочка, или кафе. Да. Игра на гитаре. Так, да. Да, неончик вот этот вот очень хорошо все подходит, причем он не банальный. Здесь. Вот эту вот можно было строчку в две сделать, потому что расческу создает. Потом вот эта композиция огонь. Смотри, тут можно было бы еще тебе добавить какую-то интересную форму, которая из вот этой области. Например, форма медиатора. Это такой треугольник со скругленными углами, и у которого грани такие чуть-чуть на дуги похожи. И вот эту вот соту, соту же непонятный смысл дает какой-то здесь, да? Она просто как бы внимания привлекает. Заменить на медиатор. Медиаторы можно сделать разные, можно сделать всякие разные. Тройной контур, там, например. Вот. Вот это тоже классный блок, аккуратный. Вопросов нет. Вот это тоже прикольный блок. Непонятно мне только вот с этим. Одно занятие в абонементе. Во-первых, в абонементе смотрите за грамотностью. И вот это вот в абонементе тоже можно убрать. Нафиг повторять-то. Просто одно занятие, 8 занятий, 12 занятий, 24 занятия и все. Карту, короче, когда вы делаете скриншот карты, и у вас начинается, появляется карта вот с такими системными названиями, да? Они могут выглядеть криво. В смысле, они тут выглядят криво. Поэтому вы берете тупо карту и берете свои названия, наносите в вашу стилистику, которая нужна и все. Вот. Либо берете какую-нибудь качественную карту, типа Яндекс. Потому что там с типографикой-то у них все в порядке. Это пятерка. Работа хорошая. Так, Миран, магазин. Блин, какая-то все скачаю. Ничего. О, прорвало. Так, чего это? Главная или карточка? Главная. Зачем на главную карточку давать? И с вот этой фигней все. И с тип велосипеда, пол, пользовать. Короче, не будьте заморочниками. Старайтесь проще описать. Старайтесь проще описать. Можно же просто написать женский, городской. Правильно? Короче, изображение прикольное. Вот это вот вообще такая часть, которая на самом деле должна принадлежать карточке. Непонятно, зачем ее пихать на главный экран. И вот эта вот информация. Тут куча-куча воды. И вот надо вливать из интерфейсов. Есть какая-то древняя лекция про тексты в интерфейсах. А, ну, кстати, посмотрите. Посмотрите Ильяхова, наверное, про тексты в интерфейсах. Да. Лекции прям найдите. Посмотрите. Он про отсутствие воды в интерфейсах. Про точность слов в интерфейсах. Вам нужно учиться этому. Велостор принадлежит этому велику. Потому что на том же фоне. Видно, да? На том. Короче, нет смысла делить на три таких части главный экран. Вот эта часть прикольная. Окей, пойдет. Ну, как бы, конечно, все так очень разношерстно. Но интересно. Да. Плотнее надо сделать композицию. Да. Нет. Цвет. Нет. Обтравлено хилово. Здесь лучше смотрится, потому что размер меньше. Иерархии никакой вообще нет. Нужно отделять одно от другого. Потому что разные по типу объекты. Ну, короче. Слабоватым. Так. Так. Ну, что, стандартная достаточно карточка, да? Ну, это ок. Мы же так тренируемся делать. Если вы показываете такие карточки, их нужно делать гораздо меньше, да? Чем основное изображение. Основное изображение надо прям вот. Основное внимание на него. Хотя тут, конечно, ничего критичного нет. Но я бы сделал. Вот это бы усилил. Вот это бы ослабил. Вот. Выберите размер рамы. Можно было написать просто слово. Размер. Цвет. Соц. Тут уточним вопросы. Здесь заголовок делся куда-то. Может быть, здесь даже было бы логичнее разбить на две колонки. А может, тут повыгрелась такая здоровенная расческа. Окей. Что в итоге? 4 с плюсом. Так. Интернет-магазин. Айос. Все пропало. Спасибо за обратку. Блин. Я закрыл. Кредитный калькулятор. Так. Так. Можно было бы убрать вот этот вот экран, а сделать так, чтобы сразу рассчитывалась вот эта инфа, исходя из того, чего пользователь забивает. Можно было бы сделать вот это выше и вот это ниже, ближе к пальцу, так же удобнее. Можно было бы сделать вот это меньшего размера, потому что это нифига не полезная инфа, нафиг она нужна, вообще непонятно. Там единственное полезное только заголовок. А вот это вот пространство можно было и сэкономить. То есть, получается, внимание пользователя привлекает какая-то не информативная, бесполезная штука. Бесполезная, это значит, типа, пользы нет. Здесь можно было тоже все посокращать. Ставка, срок, начало, погашение, ежемесячная дата погашения. Ну окей. Дата погашения. 25 число каждого месяца. Здесь 25, здесь 25. С чем? Так, окей. Короче, для того, чтобы вкачаться в приложениях, надо просто посмотреть самые-самые топчиковые приложения, над которыми трудятся просто мегагига команды, типа Сбербанк, онлайн, там, Альфа-Банк и так далее. Ну и тогда вы будете качаться. Четверка. Грязно. Знаете? Меня смущает вот этот воздух здесь, хотя это не сильно критично. Эта таблица, в принципе, нормально сделана. Чего картинка одинаковая везде? Тут и тут. В чем разница этих двух экранов? Можно было объединить этот экран в одну? А, today and week. Если week, тогда зачем здесь вот это? Вот. Ну, понятно, да? То есть, возьмите, наденьте очки такого жесткого критика и разберите свои работы, исходя из того, что какой элемент представляет пользу, а какой нет. Четверка. Ну, ты дошла до конца, это хорошо, это в целом хороший результат. И причем сама, без команды, это сделала. В принципе, прикольно. Поздравляю тебя с окончанием курса. С хорошим результатом. Мы поехали дальше. Дима, мои работы следующие. Можешь сразу смотреть в Google Drive, там приближать можно. Давай. Ладно, поехали с первого тогда. Варшава, Киев, Москва. Тут такое неинформативное такое пространство. Смотри, даже если у тебя, например, ты такой предполагаешь, ага, сейчас, значит, пользователь должен добавить еще пару городов. Но если он, блин, не добавит, у него будет тут два города всего. Новосибирска, Москва. Потому что другие города ему нахер не нужны, не интересуют. Можно уже эти были города сделать вот прямо на экран. Если это по два города, тогда ты делаешь и растягиваешь на экран, делишь экран пополам. Если это три города, ты делишь экран на три и так далее. И определяешь там минимальный размер карточки, например, вот такой, когда у тебя на экране по вертикали влазит пять. Да? Дальше. Дождь. Это просто как бы сейчас будет дополнительный комментарий, на котором вы, в принципе, можете думать и мышление условия в эту сторону немножко поменять. Когда вы делаете проект, применяйте принцип extra mile, ну то есть дополнительная миля, которую вы проходите для своего пользователя, да, то есть делаете что-то дополнительное для него, даете для него какую-то дополнительную пользу. Вот. И вы прям в этом вам поможет как бы метод эмпатии, да. Например, вот вы представляете себя пользователем, вы проснулись с утра, берете телефон, когда вы видите вот эту вот картинку, у вас, короче, настроение такое, ну, блядь, опять, короче, дождь, да. Вот. И настрой такой сразу, по инерции идет на негатив. Не у всех, но у некоторых. И, например, что можно использовать в качестве extra mile для этого приложения. Типа рекомендация, чем можно заняться в погоде, когда дождь. Ну, или чем можно заняться в такую погоду. Вот. Пойти там смотреть кино, налить себе, короче, классненькое, там, не знаю, классненький чаек, там, или кофе. Вот. Пойти заказать такси, или, там, взять звонтик, или, короче, надеть, там, резиновые сапоги, экипироваться, пойти прыгать по лужам. Ну, любую дичь, которая поднимет настроение пользователей. Вот. Таблицы плохо сверстаны, потому что... Потому что слишком большие отступы здесь... К чему привыкли пользователи? Они привыкли к температуре, к пиктограмме. Ну, и давайте на них больше внимания. Это у нас, получается, четверка. Так, где... Морозер. Морозер. Андроид. Четверка. Вот это уже другое дело. Совершенно другое дело. Шикарно. Это, типа, текущий, да? Это новый. Круто. Это пятерка. Что-то прикольно. Вы шерили изображения друг с другом. Ну, ладно, чё. Шерили так шерили. Классное изображение. Ой, кстати, гитара есть нормальная, не обрезанная. Так. Да, шикарный главный экран. Шрифт прикольный, только не с первого раза прочитать можно, да? С этим нужно быть осторожным, конечно. Он атмосферу создает охеренно авторскую и то, что нужно. Но только заботьтесь о пользователе, пожалуйста, и подбирайте шрифт, который более читабельный. Иногда бывает, подберешь шрифт, короче. Он такой прям суперский. Ну, как этот. А собака не читается. И приходится тратить время ещё на поиск другого или, блин, а дальше там создавать свой, там, как-то, ну, нет. Супер. Да. Да. Ну, да. Такой прям, конечно, странный формат, наверное. Вот этот заголовок можно завернуть-то в какую-нибудь подпись и просто сделать тут врезку с видео и какой-нибудь якорёк поставить. Да, охеренно работает прям вообще огонь. Чуть-чуть подправить вот этот блок будет просто вообще шикардос. 5 с плюсом. Первая оценка 5 с плюсом. Чего ты так запорол-то, Android? Не любишь Android, наверное. У-у-у. Тоже интересно. Да. Прикольно. Углы отбалансируют только. Будет ништяк. Да. И стилизованно, как бы, по цвету ты подобрал. Синий, синий, оранжевый, оранжевый, белый, белый. Да. Да, да, да. Вот, очень здорово, что ты эту тему отметил. Ребята, я вам рекомендую, вот прям, когда вы изображения подбираете к сайту, вы рифмуйте их по цвету. Потому что у нас были работы, когда не срифмованы изображения, это выбивалось. Да, давайте придумать отдельные перемены. Так, ну, достаточно стандартный, при этом просто. Да. Визуальчик прикольный. Вот это лучше по левому краю выровнять. Вот этого блока, а не по центру. Потому что он, как бы, не по центру здесь получает. Непонятно. Офигенно. Офигенно. 26 дюймов, каратэк, мезо, да. Заголовки сразу. Без этих, блядь, продакт-код. Потому что он здесь, вот, да, все круто. Да. Да. Охереть, вообще. Только вот здесь вот развалилось. Да, развалились иконки. Потому что слишком далеко друг от друга. Ну, вот здесь дисбаланс получился, конечно, визуально в блоке, да. Ты мог бы, например, видео вставить тут, вот прям, похерачить. Дальше пустить description, и you might also like, например, вторым блоком. Хотел поставить пять с плюсом, но поставлю пятерку. Там есть определенные косячки. Чтобы пять с плюсом, работа должна прям вообще идеально быть. Вот. А так, эта пятерка прям такая честная и сильная. Какая антиква прикольная. Ну, я не знаю, зачем тут, конечно, ревскую использовать, но приблизительно подойдет. Единственное, что мне не нравится, вот эта антиква, это N. Вот эта вот обратная перекладина, ее обратная в плане контраста. Должна быть, наоборот, она должна быть тоньше, да, чем вертикальная. Ну, вот. А еду можно было бы крупнее показывать. Смотри, в чем прикол большой тарелки в ресторане. Чтобы, как сказать, подчеркнуть важность блюда. Раз. Плюс тарелка – это неотъемлемая часть композиции, и поэтому, когда используются дизайнерские тарелки, ты создаешь фон, да, еде. Вот. Смотри, здесь как много фона. Вот. И какой охеренный контраст. И когда я смотрю на это изображение, у меня... Мне хочется его увеличить. Мне хочется его рассмотреть. Дай возможность рассмотреть. Поэтому ты можешь тут прям дать прям четверть тарелки вот этой вот. Либо там как-то половину, пустить ее на второй блок. Вот. Она должна быть прям здоровенной. Фонский – это огонь. Да, в целом тоже работа хорошая, достойная. Вот этот блок может доработать. Слишком маленькие отступы здесь и здесь. И вот здесь тоже головато. То есть блок вот этот начинает разваливаться. Вот. Ну, сложновато, конечно. Я с минусом поставлю. Хочу все улучшить. Обозначил как. Ну что, это прям классный результат. Классный результат. Я тебя поздравляю с окончанием курса. Первая пятерка с плюсом, которая у нас получилась. Это прям огонь. Дальше едем. Чугун, Новый июль. Поехали с интернет-магазина. Главное. 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 Смотри, задумка прикольная, но этот серый у тебя все запорол. Кнопка не по центру. Слайдер вот этот вот неаккуратный. Получается, это же тоже как бы пиктограмма, да? Несмотря на то, что они, у них дополнительная функция как элемент навигации, да? Вот. Они должны быть в одном стиле с этими. Они не в одном стиле. Это плохо. Вот это вот, ну, как бы олдскульные оценки, ладно, а вот этот вот ценник, почему мы вынесем сюда, непонятно. И тем более, отступ здесь неправильный. И как это вообще? Как это? Непонятно. Дальше. Заголовок здесь такой, хит и продаж. Заголовок здесь другой. Здесь опять такой же, да? Слишком большие отступы развалилось. Короче, ну, это прям нет. Это прям пока у нас троечка с плюсом, наверное. Ну, или четверочка с минусом. Байки лучше в одной стилистике сфотографированные делать. У тебя еще и одинаковые байки здесь, ну, блин, нет. Здесь плохо сверстно. Ну, и троечка с плюсом. Так, кто это у нас? Чумунова Юля. Гитара. Отступы. Композиция. Несбалансированный чувак слишком далеко. Знаете, здесь слишком большой отступ. Здесь практически такой же, да? У нас гитара отвалилась. Здесь маленький отступ. Здесь контраст недостаточно. Здесь обрезано плохо. Здесь контраст плохой. Дальше ноги обрезаны нехорошо. Вот этого не видно потом. Шрифт непонятный. Зачем навигация давать такой здоровенный? Элементы навигации неаккуратно сделаны. Под 90 градусов делай поменьше, тогда будет норм. Повторяется блок. Здесь с версткой проблемы. Большие проблемы с версткой. Тоже троечка с плюсом. Так, андроид. Аккуратнее сделан, чем предыдущие работы. Вот это получается слайд. Ага. Еще. Вот здесь. Чего бы не сделать иконку вот здесь. В левом верхнем углу, как якорь. Она может быть жирнее, привлекать к себе внимание. Потом сделать дальше температуру. Вот. А таймстэмп сделать чуть меньше, потому что это наименее важная инфа. И она здесь понятна из движения слева направо. Вот. Контраст слабый здесь. Ну, это настройки. Ну, вот этот вот фон может задолбать пользователя, если его не менять. Чего и все, да? Ну, это у нас четверка. Так, они у вас. Смотри, да, не по центру вот это. Контраст слабый. Вот эти вот полигоны, забудьте вы про них. Это уже давно, прошлый век. Они неаккуратно смотрятся. Здесь, ну, как бы структура классная пыталась сделать. Но все-таки вот эта вот раздробленность, она не на руку играет, да? Тени вот такие, они отвлекают. Что, старайтесь убирать все, что лишнее в интерфейсе. Где у тебя кнопка взять новый заем? А, вот. Все, окей. Ну, это у нас тут 4 смена, я на самом деле. 4 смена. Ну, или 4 тоже примерно так же, как предыдущие. Так. Курсач. М-м-м, это интересно. Так, мини-кутер. Вот все прикольно, только левый угол пропал. Его бы чем-нибудь отбалансировать. Сейчас у меня уйдет верхняя линейка. Ну, давай, уйдем. Да, и вот чем-нибудь отбалансировать. Логотип как вариант сюда поставить. Заголовка нет. Отступ большой. Отступ здоровенный. Элементы навигации. Ну, можно сделать аккуратнее, да? Потому что, вот, видишь, у тебя какая навигация такая аккуратненькая. А здесь у тебя херрак такие. Вот, здесь слишком много места. Можно же было карту здесь сделать. Вот, а здесь уже видно, что... Короче, вот как будто такое ощущение, что ты брала вот эти вот графические решения и... фотки с готового сайта мини-куперы. Вот, ну, или около того. А вот это вот уже делала от себя, но от себя не получилось. Потому что логотип больше нет смысла его делать большим в футере. Зачем? Вот это вот тоже можно было распределить на две колонки. Меньше сделать отступы между ними. Короче, это четверка с плюсом. В итоге мы получаем, ну, чуть ниже среднего уровень. Это не очень... Не очень хорошо. Но как точка А, в принципе, должна быть для тебя опорной. Вот. Если ты еще разок прокрутишь все эти методички и продолжишь делать по ним, возьмешь время, тогда, так сказать, у тебя появится, получится лучший результат. Если, конечно, ты будешь... Если ты хочешь, конечно, развиваться в дизайне дальше. Вот. Так, почему Максиму Мазурину нет оценок? Да, что-то куда-то делись. Ага. Потому что они вот тут. Это я просто начал ставить. Ну, там. Да, все, не паникуйте. Все нормально. Ничего никуда не делось. Так. Дальше. О, мы дошли до третьей страницы. Ура. Фигма. О. Это я могу по-быстрому открыть. Ира. Гот. Гельф. Так. Так, что за окно? Мобильное приложение просто наглядно. Та-та-та-та. Перед выходом полезно узнать, какая лет дождь. Классненькие иллюстрации. Только сверстки проблемы. Верхний край здесь, здесь верхний край ниже. Потом, вот этот таймстэмп, понятно, что он менее важный, но почему он более контрастный, непонятно. Вот, вот здесь вот хочется как-то тоже сбалансировать. В общем, пока дисбаланс какой-то. В смысле, пока кривости сверсткой. Вот здесь, что у нас? Таблица. Здесь, что, слайд по времени на сегодня, видимо, да? Это дальше завтра, послезавтра и так далее. Пять дней, десять дней. Десять дней не видно, надо сделать виднее. Короче, отделить бы как-то, да, вот основную часть, вот эту, про сегодня. А потом вот эту вот уже можно подавать в таком виде, как есть. Иконка в одном стиле, это хорошо. Так, дальше окей. Ну, надо сверстать было получше. Это сейчас четверка с плюсом. Да, е-мое. Брень, 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 брень на гитаре. Почему здесь изображение какое-то нифига некачественное в макапе? М-м-м. Классная эмоциональная подача. Ну, вот, за счет вот этих вот линий. Сам чел прикольный, желтый прикольный. Да. Вот это, в принципе, прикольно. Только вот этот вот этаж получился какой-то отдельно, отдельно. Надо подумать, как объединить, пока не знаю. Короче, вот с этим элементом нужно быть осторожным, да. Возможно, не нужно их так слишком часто повторять, да. То есть, вот здесь поставили, да, окей. Пусть будут здесь возле каждого заголовка убирайте. Вот здесь, например, добавляешь один какой-нибудь простой элемент в блок или там через блок. Тогда получается проще и не так прям по глазам бьет. Здесь с контрастом смотришь. Пакеты, пакеты 48, 24, 12. Короче, когда у вас 5 пакетов, тогда сложновато. Выделяете 3 из этих трех, выделяете самый популярный. Ну, типа, обычно, если у вас берут там на 12 уроков, вот выбираете его. А дальше опции 24, 48, там, и так далее. Здесь у тебя этаж получился отдельный преподавательный с предыдущим блоком. Я говорил про это вот методичка. Оранжевое, это вообще не в тема, как ты влез сюда. Как фон. Потому что это лучшая цвет кнопка. Тоже этаж. 4 с плюсом. Интересное фото. Не под слоган маленького, а не фиксит. Развалилась. Развалилась. Шрифт несбалансированный. Вы хрен, когда отбалансируете вот этот шрифт, где треугольные LED. Не откирнете. Потому что все равно вверху будут оставаться дыры. Здесь контраст слабый, но в карточках. Вообще, если ты пытаешься сделать карточку того же фона темного, что и фон экрана, экрана, это вообще плохая затея. Ни разу не видел нормальный. Какая затея может быть биться. Ну, как века или как вкручение, да. И вот, чтобы потом получили. Потом, ну, потом управление может стоять. Ну, четверка. С цветом надо работать. С обтравкой изображения. С качеством. С версткой. Аккуратно. Аккуратно. Прикольно. Почему кнопки только взять микроразм посередине, да. Вернуть до. Ну, тоже можно половину слов повыкидывать. Световая схема в стиле. Вот это вот только грязь вот эту вот убери. Вот это вот меньше значения. Вот здесь меньше значения. Разрядка меньше. И будет ништяк. Ну, наверное, это на... На 4 с плюсом. Все-таки там с тенями... Ой, с... Со свечением. Грязновато получилось. Я не могу это добавить в лучшее. Но это очень просто пофиксить. Монетницей. Короче, много чего заваливается из-за слабого контраста. Вот этот X и... И... Вот здесь провалился заголовок из-за слабого контраста. Да, у кнопки офигенно сильный контраст. И у вот этой монетницы синей офигенно сильный контраст. Ну, блин... Короче, я примерно... Того же уровня я начинал. Маленький интерлиняж. Отсутствие заголовков. Непонятная цветовая схема в плане... Ну... В плане... В плане... Использование прям жестких, таких чистых цветов. Вот. Иконки тут какие-то появились новые. Так, тут контраст. Значит, тут вот с отсутствами косячки. Здесь вообще опять другие отступы между блоками. Так, тут какие-то фотки пошли, которые мы нарыли. Так, потом вот тут этаж у нас. Тут, короче, другие отступы. Опять пошли здесь. Ну, что-то съехал опять. Так. Здесь у нас здоровенные отступы сверху, снизу. Здесь у нас, наверное, другой этаж. Здесь какая-то карта такая не очень качественная. Ну, то есть, как бы, таких приколов набирается на всей работе много. Вот. С опытом ты начинаешь сам их замечать более, как сказать, проще и быстрее начинаешь их сам подмечать. Ну, а пока так. Пока так, да. Это у нас что? Четверка. Ну, что, такой хороший результат. Средний, точнее. Ирину поздравляю с окончанием курса. Потому что нужно иметь терпение, чтобы дойти к концу. Так, Людмила. Наконец-то дошли. Давай я ПНГ-шки попробую подкрывать, наверное. Так, минималистичное украшение с нуля. Ну, шрифт-то, кстати, классный. Футуро или около того, да? Вот здесь только вот хочется как-то подбалансировать. Либо, ну, как, просто спускаешься чуть-чуть ниже. Либо делаешь фотографии чуть-чуть меньше по высоте. Фотка классная, цвет классный. Смотри. Маркеры. Их нужно выносить за скобки. Вы узнаете, можно либо сделать под заголовком, либо вообще убрать нафиг. От новичка до мастера за 4 недели. Вот. Если тут заголовка не будет, смысл это не потеряет. Минималистичное украшение с нуля. Я не сразу понял, что это, кстати, курс, да? Может быть. А, вот. Здесь, да? Может быть, в заголовке написать онлайн-курс по ювелирному делу. Блин, это же охеренно. Я бы сам сходил. Офигеть. Да, классная композиция. Да, иконки в тему. Что это? Ну, нет. Нет, это прям выбивает. Выбивается из всего блока, да? Типа, фон нормальный, да? Мрамор подходит. Но нет. Зачем вот эти цифры делать. Потому что, короче, если ты делаешь фокус на цифры, то сначала человек такой берет и смотрит 8, 2, 20, 90. Это что такое? Потом начинает разбираться занятий, раза и так далее. Ищут, не выровнено по центру. Да, тарифы классно сделаны. Про маркеры я тебе говорю уже. Обязательно ли бирка на главном экране? Ну, бирка, понимаете, это функциональный элемент. Если вы понимаете, что вы не можете в заголовке смысл отразить, тогда можно это сделать с помощью бирки. Тогда бирка нужна. Как сделать у тебя бирку информативную? Берешь, делаешь заголовок, например. Онлайн-курс по ювелирному делу для новичков. Или по ювелирному делу с нуля. А здесь ты вставляешь время начала или дата начала. Ну, все. Ну, блин, нет, это не просто это нифига. Это полезная информация, которую надо быстро закинуть в мост человеку. Почему фактуэды выделяют? Ну, потому что эта информация важная для восприятия. Ну, вот, важная в смысле. Это громкая должна быть информация. Поэтому заворачивают фактуэды как-то еще там. Приукрашают графически, может быть. Вот. А это важная, но техническая информация. Мне не нужно фактуэк делать. Вырванить надо по левым краям. Ну, блин. Тут, короче, сверстка нужно разобраться. С вот этим нужно разобраться. И кое-где сверстки текстов нужно разобраться. Так, в целом, работа интересная. Я тебе поставлю показания 4 с плюсом. Ты ее доделаешь, мне покажешь. Так. Так, Music School. Кружочки. Кружочки. Кружочки тема прикольная. Только среди них должна быть более выраженная иерархия. То, что у тебя здесь их мало, это хорошо. То, что у тебя на главном экране их 3, это не очень хорошо. Вот. И, короче, здесь ты делаешь вот этот круг прям здоровенным. И убираешь, например, вот этот. Потому что он тут нафиг не нужен. Он отвлекает слишком сильно внимание. Оставляешь вот этот и вот этот. И все. Make your dream come true. Вот давай так напишем. Learn to play any music instrument in two months. И на новой строке Make your dream come true. Все. Так можно отбалансировать размер строк. Потому что у тебя вот этот короткая очень строка. А все остальное нормально. Фоткаю. Волос обтравить надо лучше. Потому что они обтравлены сейчас плохо. Make your wish come true. Why choose us? Ну, это, конечно, интересное решение. Но так из контекста выгребать не очень привычно. Мне кажется, привычно вот это сделать заголовками. И их потом, как сказать, их потом пояснять. Маркеры эти тоже в списке должны быть вынесены за скобку. Композиция огонь. Нужна ли здесь вот эта рамка тонкая? Вопрос. Может быть, можно как-то с тенью посмотреть. У тебя есть же здесь такие... Ну, у тебя есть здесь люди. Так, да, получается, выпуклые объекты, не плоские. Можно здесь сделать тень без рамки. И все. И решится вопрос. Здесь тоже аналогичная фигня. Потому что эта рамка нафиг никому не нужна. Мне кажется, увлекает сильно. И она не в стилистике сделана. Ты можешь положить, что она сделана вот в стиле вот этих элементов. Но нет. У тебя здесь толстый элемент. Еще не очень. Как-то не очень хорошо сделано. Вот это не есть оффер. Это и есть ценник. А оффер как-то должен называться. Например, вот так. Количество уроков. Это надо переделать. Ну, в общем, есть что еще получать. Я поставлю за эту работу пятерку с минусом. Жду. Хорошие, правильные работы. С подтянутыми косяками. Сейчас смотрю интернет-магазин. Редбайк куда-то съехала вправо. Это вправо. Вот это влево. Это чуть правее. Оу. Косяк. Так. Бассиклс that fit every taste. Меньше интер-линиаж. Больше отступ здесь. Вот этот байк можно больше сделать, чтобы композиция не казалась раздробленной. Вот это в угол. Вот это в угол. Вот это в угол. А, ну а вот так в угол вот это стоит, да? Вот это надо толще делать, вот это толще делать, потому что вот здесь меньше должны быть тень делать мягче. То, что внутри карточки, в принципе, прикольно. Слайдер можно вынести чуть за скобку, или внести внутрь карточки, либо вынести за скобку в якорь, поставить лево-вправо. Но тут почему плохо ставить слайд элементы влево-вправо, далеко друг от друга, потому что сложно влево-вправо крутить, да? Если сначала ты кручешь влево, потом сразу ты хочешь влево, потом сразу ты хочешь влево, тебе нужно как мышкой шарик. Слишком большой отступ, слишком маленький отступ, грязные тени, уже говорил. Ну-ка, вот это должен быть прикольный карточек. А вот это прикольные карточки, воздуха много, хорошо? Почему относятся? Кнопки, что ли? Зачем вам писать свой e-mail? Оставьте свой e-mail, чтобы мы смогли отправить вам информацию о вашем заказе, чтобы мы смогли отправить вам информацию о наших акциях, чтобы получать самые актуальные скидки, например. Куча вариантов можно быть, надо просто объяснять, зачем мы оставляем e-mail. 4 с плюсом. Так, айос. Андроид. Комментарная помощь. Прикольно. Великолеп. В общем, так. Можно так? Так? Нет, так, нет. Так. В общем, так. Ладно. А, я не посмотрел карточку. Ладно, сейчас посмотрю. Quick payment. Зайц. Круто. Next skip. Да. Ну, прикольно. Выбери. Да, прикольно. Выбери и настрой. Да. Шикарно. Это пятерка. Так, что я там не посмотрел? Слишком мовер дофига рамок. Заголовок ништяк. Ценник. Можно поменьше. Тоже можно половину слов кинуть. Заголовок нет. Короче, вот, как сказать, вот это вот достаточно стереотипный блок, да? Description. Это типа дизайнеры его иногда вставляют, только чтобы он был. Потому что иначе я его вид объяснить не могу. А его вид говорит о том, что это, сука, совсем неинтересная информация, которую не надо и не хочется смотреть, и вообще, зачем она здесь нужна, непонятно. Ну, типа, как инструкция к стиральной машине, да? Вот. Посмотрите на инструкции Ikea. Посмотрите на карточки товаров. Не знаю, этот магазин живой еще или нет. Я 100 лет назад приводил примеры. Прикольно, когда товар прям вот как одностраничник. Это идеально. Нужно, конечно, вложить гребаную тучу ресурсов для того, чтобы так это сделать. Но это можно стандартизировать. Стандартизировать это следующим образом. Отфотать хорошенечко. Сделать три фотки на карточку товара. И сделать... Разбить описание description на абзацы, которые... На 4-5 абзацев, которые просто описывают товар. Все, все. И все. И не надо вот этого вот... Уже не знаю, блин, какой интенсив я вижу это. Просто в твоей работе меня что-то начало ломбить. И не знаю, блин, какой интенсив я вижу это. Уже не знаю, блин. Ну, да, окей, нормально. Эть. Левый край тут, левый край тут, левый край тут. Ну, та же хрень. Ну, я отметил уже, в общем, какой отца. Осталось 4 спец. Вот она остается. У-у-у. Что я вижу? Что я вижу? Классную презентацию. Weather application. Нитерлиньяш большой. Большой. Сделать меньше. About pit возdesign. Toolkit provide anyone with weather forecast in a very positive manner. Короче, здесь тоже половину из абзаца можно выкинуть и написать просто. Это weather forecast in a positive. Все. Три слова. И убрать это нахер. About. Убрать этот абзац. И вот написать это просто заголовком. Weather forecast in a positive. Все. И тут солнце такой. Ну, нет. Я здесь. Сегодня солнце. Style. Light. Minimalistic. Design. Да, очевидно. Ты лучше расскажи про... Почему ты выбрала такую стилистику и иллюстрации. И как это связано с позитивом. И почему ты выбрала эти цвета. Что делает форма. Форма берет строку. Для которой он вызвал. Само приложение прикольное. Но почему вы забиваете на верстку кейса. Day. To. Ну. Короче, я могу поставить за это пять с минусом. За приложение. Если бы я оценивал верстку, я бы поставил меньше. Верстку кейса. Может быть стоит оценить верстку кейса. Ладно. В принципе, хороший результат. Хорошо постаралась. Продолжай. Продолжай. Поздравляю тебя с окончанием курса. Так, Даниил. Спасибо за приложение. Приложение. Так, весело. Даниил. Да, ну. Так. Маленькие теги. Маленькие отступы. Теретень. Прикольное изображение. Что это вообще такое? Ты такой, типа, чувак, давай я тебе покажу дни недели и числа. Нахрена? Это что, календарь? Нет. Это прогноз погоды. Где погода? Ладно. Тут композиция. Короче, это ниже, это выше. Это не по центру. Короче, это Трайбан с плюсом. Так. Чего? Это карточка товара. А это? Каталог. А где главная? Где главная? Вот она. Похоже на то, да? Почему и зачем? Манушерин шрифт здесь. К чему привязана кнопка buy в композиции? Зачем здесь 2019 так крупно? Почему здесь не выровнены углы правый и левый? Зачем здесь этот серый этаж? Маленький отступ и здесь, но у карточек более-менее никуда не шло. Здесь же дело нормально. К чему привязана эта кнопка? Почему здесь этот заголовок? И тут можно задавать еще кучу вопросов. Почему у тебя изображение сжато по горизонтали и овальные колеса? Кнопка не в терминале. Вот это зато прикольно. Почему изображение? Почему видео? Оно вот так. Кругом. Почему круг, если тогда не по центру? Почему вот эта херня не по центру? Почему тут расческа? А, это каталог. Это, кстати, было бы удачным главным краем, наверное. Так, ну ладно, это у нас 4 с минусом, наверное. Нет, 4. 4. Так, ну вот здесь более-менее проработано хорошо. Короче, сложновато, да, смотреть на главный экран. Ну или дэшборд, да, это. Потому что очень много элементов раздробленных, да. Тут-то по факту можно все это объединить в 3 блока. В 3 блока можно объединить фоном. Вот. Последние транзакции, не обязательно выделять на них столько места. Это можно дать списком. Добавить займ можно сделать, например, одной кнопкой. Вот. Которая разворачивает и все. И у тебя получается вот эта основная часть, потом у тебя кнопка какая-то добавит займ, там, плюс. Потом у тебя последние транзакции, типа история. Все. Потому что у тебя все равно здесь идет выбор, какой займ. Здесь херовая верстка текста. И здесь у тебя вообще какие-то другие кегли пошли. И здесь у тебя, получается, какие-то заголовки разные, да, по стилю. Вот. Ну, в общем, не очень аккуратно. Надо делать аккуратнее. Аккуратнее тем поможет делать дрибл. Если ты будешь с дрибла прям копировать, не знаю, работа по 20, скопируй, что ты поймешь. Скорее всего, однозначно важность унифицированных кеглей, важность правильных хвостов, важность правильного сочетания цветов. Вот. Что это у нас было? Айос. Четверка. Стань гитаристом. Почему у чувака обрезанных гитарой и руки? Вопрос. Почему здесь такой шрифт используется? А здесь такой? А здесь такой? Ну, то есть, раз согласованность и листья к шрифтам, да? Почему здесь курсив? Что это? А, social share buttons. А кто это? А, вот он. Ага, понял. Почему здесь такая композиция, да, да, у нас? А, вот так надо смотреть. А. Так. И гитара это такой немного неудобный, да, объект для верстки, потому что у него геометрия такая. Типа, одна сторона очень длинная, а вторая сторона очень короткая. Вот, ну типа прямогодних такой вытянутый получается, поэтому, короче, сложно верстать по себя. Поэтому можно найти там другой ракурс, например, в перспективе, например, чтобы всунуть в более-менее отбалансированный прямоугольник, да? Ну вот это, в принципе, прикольно. Так, ну что и что, что? Что я могу сказать? Четверка с плюсом. Со шрифтами нужно разобраться. Здесь слишком много разных стилей с изображениями разобраться, с композицией разобраться, с композицией разобраться. Здесь нормально все. Здесь, ну, более-менее нормально все. Базовый такой, в общем, блок соц. Надо разобраться вот с этим вот, с весом тоже убрать его. Вот. Четыре с плюсом. Короче, все вот эти вот кафешечные темы, Их удачно очень давать через качественное изображение, да? Значит, для того, чтобы вам научиться подавать, да, хорошо, такие ресторанные темы, нужно посмотреть сайты с очень крутой фуд-съемкой. Фуд-съемка как с разных ракурсов, так и сверху, например, как вариант. А еще дальше вам нужно походить по крутым ресторанам или сетям, и посмотреть, как у них сделано меню. Вот. Конечно, во многих в меню вложено дохрена к человеку часов технических дизайнеров, которые в фотошопе все это вылизывают и, ну, прям приводят в порядок все изображения, делают сладкими, сочными. Вот. Но здесь есть способ более простой, да, решения задачи. Это через поиск изображений. Ну, типа вот таких поиск классных фотографий. Фильтров много автоматических, которыми можно вытянуть фотку вообще в хороший уровень. Главное, чтобы композиция была нормальная, да. Вот. И вот через эти вещи заходите. Когда вы начинаете использовать вот такие вот, типа, объекты графические, да, то есть это не натуральная фотка. Когда вы начинаете использовать такие вот херово отравленные изображения и вот такой вот мелкий размер, это все сразу режет качество работы, вот прям жестко. Вот. Где вы искали вдохновение? Посмотрите сайты фуд фотографов. Или просто фотографов. Посмотрите, как у них сайты сделаны. Там первое место уделено фоткам. Если хотите создать атмосферность кафе или ресторанам, ну, покажите ее. Ее же можно показать, ну, логично, через фотки, а через что еще? Видео можно сделать. Не нужно корячить какую-то отсебятельскую графику, зная то, что вы создаете ее херово. Если вы создавать хотите крутую графику, идите на курсы по техническому дизайну. Значит, наш курс по композиции и по умению доносить смысл, используя визуал, вот, по большому счету. И в этом вы должны прокачивать. И вот у тебя здесь задача первая – это атмосфера. Это я уже сказал как. Второе – это с композицией разобраться. То, что я здесь вижу по композиции. Ну, по шрифтам еще ничего не говорю, ладно. Вот эта вот слабая раздробленная композиция не создает желания выпить кофейку в этом месте. Ну, типа, просто кофе, кофе, ну, блин. В любом, блин, не знаю, даже, короче, ты зайдешь, если какой-нибудь быстроном, где кофе делает, оно там примерно так же выглядит. Вот, ну, ладно, допустим, такого там ты не найдешь, да. Ну, в какой-нибудь торговый центр, в какую-нибудь точку кофе, которая может показаться там лютой сбегаловкой, там умеет так делать, да. Чем отличается твое заведение от всех остальных, да. Когда ты показываешь вот эту композицию, херу знать ничем. Потом, вот это слишком такая, ну, раздробленная такая, в общем, композиция. И, короче, нельзя в одной композиции использовать разные перспективы, да, объектов. Здесь у тебя вид сверху, здесь у тебя в перспективе, здесь у тебя вообще летающий объект, здесь у тебя вид сверху. Получается, куча всего раз согласованного, это показывает твое неумение пока что собирать цельность, цельную композицию. Вот, над этим стоит работать. Ну, ладно, остальное, в принципе, можно дальше уже не комментировать. Нужно тебе поработать над композицией и атмосферой. Срифт, ну, достаточно такой попсовый. Ну, вот. Так, ключу. Это у нас четверка с минусом. Ну, вот такой результат, как бы ниже среднего. Не очень, конечно, хорошо, но зато это точка А, да, и как бы ты научился создавать сайты, и твой уровень текущий, он явно выше, чем мой уровень, когда я топ начинал. Потом, если ты с нуля заходил, красавчик. Поехали дальше. Зеля, Зимасова. Так. Открываем, открываем все, что открывается. О, я сейчас заварил такой пуэр, такой пуэр. Такой классный, смотри, с ягодами Годжи, с медом. Так, студия декора и флористики, Юник Дэй. Смотри, вот было бы круто, если бы ты Юник Дэй вот это туда, а студия декора и флористики сюда, потому что человека больше времени отнимают вчитаться здесь, в это, чем вот в это, в это, вчитаться. А вот это вот у тебя совершенно не информативная плаха какая-то получилась, лучше дать больше места изображения, да. И вот здесь у тебя не информативные какие-то куски, да, получились. Как делать? Ну, ты же могла сделать такое большое изображение на весь экран, зафигачить вот здесь, вот по студии декора и флористики, центральным элементом. Даже можно сделать тут какой-нибудь, типа, открыточку, карточку, фон непрозрачный, да, чтобы у тебя все читалось шикарно, и у тебя по краям все равно будут цветочки, и все равно будет понятно, что это студия флористики декора. То есть решений-то много, надо их просто пробовать. Вот, вот это тоже слабоватое решение, потому что контраст слабоватый, ну, я имею в виду про прозрачность, да, и у тебя не под, короче, с выравниванием проблемы, да, вот этот центр съехал туда и влево и вверх. Фотки-то вообще супер. Вот этот этажик непонятный, да, у нас получился. Портфолио. Вот это классный элемент, только овальный, да, наверное. Ну, или нет, чуть пока овальный. Вот, фотка некачественная с пикселями, а в стилистике они прям шикарные, да, ты прям вот классно подобрала, но качество изображения никто не отменял. Почему вот здесь, например, размытость, а здесь-то четкий, используя один стиль. Здесь этаж получился, здесь этаж получился. Ну, короче, то есть здесь еще тоже новичковская такая работа, здесь еще ее вытаскивать надо. Это... Это... Что у нас было? Пасач, что ли? Да, похож пасач. Четверка. Иртуозус. Дыра такая, тынь, в логотипе, так. Потом, да, вот это прикольно. Угол держится, хорошо. Гитарка. Гитарку можно было чуть в фокусе сделать, что-то поднять ее, да, не обрезая ее, потому что все равно верхняя часть мужика тоже обрезана уже, да, тоже, получается, вот это фиксируешь угол, вот это поднимаешь, ну, в смысле, уменьшаешь чуть, у тебя нормально все получается. Следуй за мечтой. Слишком большое пространство в композиции здесь. С этим нужно быть аккуратным, да, если в белом фоне он более-менее прощает, то темный уже не очень. Черный тоже прощает лучше, чем серый. Вот, короче, я бы связал бы лучше заголовки, абзацы с изображениями и увеличил бы изображение. Никто не отменял наличие правильных отступов, да, у тебя верхний отступ меньше, чем внутренний. Рандомно поставила гитару такая, ну ладно, пусть стоит. Это когда ты не знаешь, короче, куда прибрать в квартире гитару, ты не знаешь ее, в коридор. Рядом с кроватью такой. Ну, ок. Тоже, да, видишь, сейчас отвалится заголовок, провалится вниз. Ну, с композицией нужно работать еще. Четверка. Не по центру, по вертикали. Углы держатся, но вроде ок. Изображение некачественное, минус. Зачем слайдер внутри элемента? А как двигать? Как двигать-то? Как шлемом перейти? Видимо, ты неправильно объединила. Вот. Вот эти отступы тоже нужно правильно сделать. Вот эти отступы тоже нужно правильно сделать. Тетблок, в принципе, прикольный, аккуратный. С отступами тоже тут проблема небольшая. Короче, вот вы когда делаете отступы, да, вы... Слово забыл. Отпалкиваетесь. Принципы объединения или принципы цельности. Когда у вас начинают, как бы, объекты или группы слишком далеко отлетать, это значит, что нужно их подвинуть, например, ближе, да, чтобы пространство сбалансировать. Это значит, что, может быть, нужно там что-то увеличить, что-то вот это вот, например, подвинуть, там, и так далее. И у вас, получается, дизайн-макет, это некий такой пазл, что ли, да, который вы, как бы, вы целиком на нем можете смотреть и двигать там элементы так, чтобы между ними настроился баланс. Вот это прикольный врез, вообще офигенный. Ну, интересная форма, только нужно его оптимизировать, потому что, ну, не все так идеально. Вот. Эксперт-тралля-ля. Развалилась. Короче, это у нас что? Чёртка с плюсом, наверное. Да. Зачем информашки в основное? Значит, как основной блок сделан прикольно. Вот это. А зачем информашки в основной, непонятно. А здесь уже дальше начались, началась свистопляска с размером, с отступами. С отступами. С контрастом здесь проблем слишком тускло. Слишком тускло. Грязь тут вокруг. Здесь тень тоже грязноватая. Здесь непонятно с выравниванием чего. Здесь с контрастом плохо. Здесь тоже вот это непонятно, да? Три разных столбца отвалились друг от друга. Здесь тоже два столбца отвалились друг от друга. Что более контрастное, более важное из этих блоков, тоже непонятно. Вот. Это у нас получается... Четвёрка с большим минусом. Ну, даже, наверное, тройка с плюсом. Вот. Я тоже, по-моему, проходил через эту историю. Через вот такие иллюстрации, которые я самостоятельно там пытался создавать. Вот. Через плохой контраст тоже. Я вот всё... Вот и втрекался просто вот в это. Через, блин... Цвет в типографике, да? Когда его там должно быть через там плохую композицию. Ну, и косячить это нормально. Это прикольно. И здесь вам нужно поблагодарить себя за этот опыт, который вы получили. И за те жёсткие разборки, которые вам проводили Оля и Лёша. Вот. Потому что это точка роста. Потому что это точка роста. Так. Ну что, Зиляя, я поздравляю тебя. Ты дошла до конца. С результатом. Ну, наверное... Наверное, средним, да? Вот. Свою точку А ты поняла. Поняла, куда двигаться. А мы дальше едем. Так, любовь к поршнюю. Так, так. Полиграфии. Листовки. Листовки. Зачем это слово? Листовки. Ну, ладно. В принципе, достаточно интересный получился макет. И, собственно, тогда тест-то нет. Пропадается вам сделать какую-то новую руку. Ну, более-то. вот здесь нужно еще сеткой поработать потому что вот видно да здесь прям такая лестница получилось это в центр с контрастом поработать вот идея короче графическая идея в этой работе интересная она такая прямая прямолинейная может это даже грубоватая дерзоватая где-то вот особенно заходит вот эти вот вот эта нумерация грубая производственная тема прикольно вот единственное что нужно подтянуть подтянуть стилистику шрифтов взять вот этот геометрический с геометрическим гротеском как и заголовок если конкурировать придут из того что иконки они у тебя вообще не лезут в эту стилистику они тонкие и мягкие вот это у тебя такой грубой и глава ты грубую глава ты сюда вот больше пошло вот поэтому это работа наверное на четыре с плюсом пока что что там карта как ложка дегтя так курсачно так вот что-то интересное струны типа струны лады да прикольно 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 так разбился разбился макет на модуле левые правые поля получились функциональными кстати прикольно единственно мне непонятно почему такая сетка то есть тут такой вот тут два таких столбца тут короче еще два других по ширине столбца вот если это все короче стянуть к общему знаменателю было будет вообще прям мне кажется офигенно ну и в принципе я сейчас воспринимается неплохо элементы навигации слайдер у нас одного размера да может их поменьше сделать я бы поменьше цветовая схема огонь выравнивать только можно изображение внутри формата хотя гитара чуть наклонена влево вот стараться не обрезать чуваков то есть вот эта фотка окей вот это отличная вот это обрезан неправильно да башку обрезала и гриф здесь с контрастом поработать вот здесь тоже с контрастом поработать и вот это вот сгруппировать получше фотки огонь ну это у нас пять с минусом хорошая работа блин прикольный байк вообще зачем вот это вот это этаж вот это меню огонь контрастненько так сделано хорошо по размеру понятно иерархия в меню прикольно больше может быть сделать этот байк байк офигенен сам по себе выноски стилизованные жирные и смотрятся прикольно кстати вот прям под шрифт чуть тоньше их можно сделать чтобы с этим согласовывались подтяни только размеры размеров я их должно быть 5 размеры шрифтов 5 на всем макете тихо хрена цвет огонь вот это пошло уже не очень не надо выделять в одной строке короче когда вы делаете заголовок не надо делать разную стилистику в одной строке делайте уж все в одной стилистике у тебя получается один месяц такой 50 процентов на все видео экипировки до 25 февраля это важная информация ты можешь выбор выделить в бирку бирку выделить прямоугольником контрастным к этому фону потому что тебе нужно эту акцию сделать наполнить жизнью и и она сейчас скучная потому что цвет синий очень много синий черный белый все такой нейтральный вот это у тебя уже пошло веселенько дальше призывает к действию да потому что алый такой есть смотри на цвет элемент навигации возможно лучше сделать алый белый рамки потому что проваливается сейчас ну и четыре с плюсом так и достаточно уверенно вот даже поставил пять с минусом наверное если ты здесь сверстала бы все это грамотно дело да вот это польза дополнительная для пользователя хорошо здесь нужно согласовать модульность минус 12 можно сделать в этом модуле 1 в 1 3 а вот это вот в двух третях вот и вот это вот третий одинаковый можно сделать вот здесь вот эти 3 эти 3 элементы можно подумать как от этой дробленки перейти к цельному дэшборду тень слишком грязно здесь короче вот эта история вся у нас на 4 с плюсом тоже из-за верстки я не могу поставить из-за тени и из-за вот этой раздробленной композиции так ваше ряжка да вот карты карты зачем тут карты сюда добавлять понятно вижу займы должны быть как взять займ как взять займ погашение вижу займ не вижу собственно тут проблемы тоже проблемы здесь более-менее нормально здесь не информативно не используется здесь вот прикольная штука здесь сверстка на улучшить здесь с тенями нужно лучше тоже 4 плюс чуть-чуть короче опять не дотянуло вот и пожалуйста так ну но видишь тебе достаточно просто вы выйти на оценку 5 поправив работу отправив работу мне я посмотрю еще разок так мы едем дальше то есть тут люди которые меня еще смотрят 3 часа 24 минуты так осталось у нас раз два три 4 5 5 человек с чем повердел с медом с годжи так много народу максим николай любил алексей казаков слан виталий молюшко привет юлия щедрина есть так ну ладно поехали алексей казаков курсовая промо сайта на род магазин приложения ios android сейчас посмотрим ничто ты не хочешь грузиться выгрузись так знакомая стилистики ну это достаточно стандартная композиция которая можно сделать принципе она такая аккуратная хотя немного не сбалансированная как и и дальше типа шаг как ее можно сбалансировать лучше ставишь мужика по центру увеличиваешь его делаешь его чуть больше потом energy пускаешь у него за головой вот здесь прям такими здоровенными буквами фитнес-клуб день здесь пиши ли там туда вот так вот ставишь пишешь фитнес-клуб сверху вот и добавляешь блок в якоре спешись на бесплатную тренировку и все у тебя получается мощный такой блок с центральной композиции с центральным чуваком прям прикольно должно получиться виды вот когда обрезаете фотографии нельзя так жестко конечности обрезать лучше дать фотографию женщины когда у нее рука например в сгибе там вот здесь где-то заканчивается ну то есть чтобы руку не обрезать там и это же девушка фитнес тем более там важный элемент попу попу обрезать нельзя так вот здесь больше больше сделать больше джон сина фотки огонь центральная композиция заголовок в центре можно здесь тоже заголовок центре можно я можно и оставить здесь видео прикольно видишь тут ничего не обрезано классно тут отступ тут вот тут вот тут ну как почему он тут не может быть тут так ну ладно что это у нас получается средний между пятерка с минусом четверка с плюсом сделаешь композицию центральную пока давай четверка с плюсами поставлю все работа хороших с хорошим потенциалом так гитара смотри классно сделано только нужно вот этого чела чуть вправо чтобы вот это пространство у у нас заработало но сейчас не работают видишь тут дыра телефон не обязательно делать другим кеглей кеглем больше не надо делать можно просто выделить жирным где убираешь все что еще дотягиваешь это изображение до слайдера сверху и снизу снизу слайдер тоже дотягиваешь да этот меня смущать начинает вот эти отступы неправильно надо с логотипом тоже надо поработать скучно непонятно какой из этих тарифов самым ну хотя самый в принципе важный наверное вот этот а вот эти это все скучно вот это прикольный блок вот это тоже сбалансированный блок ну та же тема хорошая работа принципе ну если выбирать между этими двумя то можно поставить наверное пятерку с минусом за эту работу ой у меня андроид за промо страницу за пульсовой 4 с плюс потому что они обе как бы что-то между 4 с плюсом 5 с минусом 4 с плюсом 5 с минусом а и и и и и так тут интереснее с точки зрения композиции отбалансировать нужно только сделать одинаково вот эти вот тут раз два вот здесь вот это вот сгруппировать получше ценник у тебя важнее ставишь его сюда получается в якорь а вот здесь зачеркнуты почему вылезла за краю области контента плохо правил вот это нужно лучше группировать например вот это вот в левый якорь вот это вот все группируете короче выносите вот сюда так чтобы отступы между ними они были меньше чем внешне внешне это вот более тут тоже правый край непонятно как бы не к делам обувь контент никак не привязан но зато уровень стабильный сейчас посмотрим да и другие работа другие страницы че прикольно фотография огонь с перспективой только чё-то не угадал потому что эллипс должен быть меньше развертки вот сделай его но например должен быть такой но карточка классно подано прям основное внимание на изображение это хорошо так ну окей то я дальше там ладно я посмотрю по-быстрому только эта работа на пятерку с минусом тянет в принципе хорошо дальше классный блок классно страницы смысле так тёрк с минусом так окей выбрал комфортно да например можно просто писать сумму и срок ну чё прикольно прикольно да вот этот экран как стоит доработать в плане может быть привязать по цвету цветовому кодированию к этому если ты это закладываешь к свой кодирование нужно будет тут как-то переделать немножко здесь отбалансировать композицию быть все ништяк в целом эта пятерка с небольшим минусом достойная работа так и android да выровнено все хорошо прикольно картинка картинка интерес москва москва потому что понял ну да прикольно стилистическо пасмурно солнечно переменную облачность тут просто меняешь фон да и все ну универсально получается прикольно только нужно добавить добавить насыщенности когда показываешь когда иллюстрируешь погоду почему выбран такой пасмурный синий здесь контрастом тоже стоит поработать можно сделать просто плашечку такую небольшую и там неважно какой фон все равно будет круто так это у нас четыре с плюсом потому что визуал ну так то в целом классный результат классный результат я поздравляю тебя с окончанием курса и с тем что ты дошел до конца поехали дальше виталий так андроид ровно можно только вот этот лепить чуть ниже сделать иллюстрации огонь по центру только выровнять по центру выровнять по центру выровнять плюс минус минус отлично балансирует отсутствие плюса не балансирует наоборот а это все супер локейшнс ты можешь сделать это просто всплывающим окном где ровно три города у тебя показано и кнопка добавить и все не надо вот этого вот с этим понятно ну и пресса крутая пятерка с минусом ну минусом понимаешь зачем виталий и за им это просто ну только что то много слишком кнопок цветовая стилистика с супер просто ну голубой и приложение в презентации делает это приложение прям это приложение коммуницирует то что взять займ просто это круто что ты можешь позволить себе так прикольно 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 человек человечный совет таки и и и надо подумать как-то легенду сделать графично более привлекательным потому что вот это вот очень скучная часть вот это вообще бы прикольно только сверсткой текста нужно что-то сделать потому что он тебя вываливается за рамки ну прикольно это пятерка еще бы так курсач ооооа your national duty powertees да огонь да огонь да мы за наша ферма ферма с коноплей съехала нашел у тебя косяк ладно это все не критично совершенно херен арабов 5 с плюсом это курсовая так а где номер два где работа номер два один вижу три вижу четыре вижу пять вижу чуть должно быть ну пром страниц еще где сошла тебе по ходу гамма под бронзу royal потому что охеренно дорогие байки причем тут а а да прям mercedes-benz да ладно круто круто вопросу нет прикольно главную грану и потом кривой ракурс какой то как может развернуть так в остальном нормально все ну зачем ты колеса то обрезал вела херен и там каждая деталь важна короче вот это все упрощать надо двоеточие нафиг убирайте нафиг не нужно никому галерея галерея так точно нет ну что ж ладно зато в остальном херена все пара и пятерка с плюсом до сдать можно я нафиге доставать до сдавать ну для портфолио сделай все просто классно работает все покажет так светлана лучше на роддрайв открою алексей козаков дмитрий спасибо за критику и совет по поводу улучшения моих работ особенно зашла тема с фитнесом на странице что можно как дела ну круто спасибо большое за обратку и спасибо тебе за за твое развитие и работ над собой так поехали светланы работы разбирать о можно отсортировать ну да у виталия опыта дофига виталий еще приходил на интенсив не знаю раза два по моему и сливался в пятнадцатом году по моему ли в четырнадцатом ли году и 15 так циваль на студии ритм ладно не буду прикапываться к неймингу можно было не обрезать ноги женщине потому что стопудово фотка вот стопудово фотка с ногами и дайте больше места пусть она пусть она будет больше чем главный экран ну вот и ставить поработать типографика в этой композиции если вы хотите прокачаться в плане композиции типографики прямо вообще степа похерена сделать идите на курс эксперименты с композиции помощь сейчас называется раньше назывался взрыв креатива короче идите на курс к егору черкасову вот он у нас ведет и то что он делает мне охеренно нравится потому что он заставляет мозги мыслить нестандартно то есть на интенсив вы получаете некий набор стандартов вот а потом следующая задача от них отходить и мыслить более креативным для того чтобы мыслить креативно нужно знать правила сначала вот ноги на плечах не играли же джон снова не бороли себя на интенсив превращение ну я не знаю как вот который тут вебинар подряд смотришь ты свой там критический подход применим так социальными проблемами тут тоже маленькая проблема есть сетка нафиг не нужна смысле вот эти границы таблицы можно без него обойтись маленькое фото это окей должно быть ну да вот это непонятно почему принадлежит потому что далеко блин тут столько охеренно фото которые можно завязать для главного экрана просто вообще почему вы выбрали эту женщину непонятно блин нет короче нет это четверка с минусом я читаю комментарии джон снова блять не ходи на наш вебинар вот не трать время иди смотреть сериалы вот понятно что это юмор твой какой-то ну нахер он нужен здесь ну блин так бас гитаре что ли доработать вот смазкой тоже не очень лучше четкие фотки чем четко там затенять при притенять приглушать заглушать этот офигенный блок только тут опять же дают с масками проблему вот этот блок немного нет балансирована здесь дыра посередине вот это неплохой блок только здесь кнопка не в якоре здесь почему-то сдвинута так но это уже работа получше на четверку главный экран за порой все так поехали дальше так здесь дыра байк можно больше сделать здесь тут вот перегруз в этой части можно чуть ниже спустить потом здесь окей здесь не по формату до отступы сделано здесь слишком маленький слишком большой нужно переформатировать футер зато аккуратно так выровнять рамки нафиг не нужны больше сделать справа и слева отступы отбалансировать короче справа делайте отступ больше чем слева если вы выключите делайте по левому краю для того чтобы оставить пространство вот там вот правому правой границы контента которая у вас не прямая так но это четверка с плюсом короче так так зеленый этот темный совершенно не мотивирует врать он темный здесь должно быть все про простоту вот смотрите цвета на приложении сбербанка вот так можно делать добавьте сюда бирюзовенького получите более легкое восприятие вот это вот все это новичковская тема вот эти вот скругление тут не до скругления и получается такой какой-то острый острый в угол нет это сложно здесь отступы неправильные и скучно поздравляю потом я уже видел здесь более менее ну короче то есть информативно хорошо так можно визуал сделать то есть тут связала вообще прям ну беда 4 так и android с контрастом не очень с иконками тоже не очень геометрия вообще как это делалось в иконках непонятно с отступами не очень сверстки тоже четверка с минусом ну что четверки ты умница что-то дошла до конца вот но нужно дальше еще попахать дальше поехали андрей так надеюсь ничего не пропустил так вот тут с акцентами прям кайфово главное нахер я нахер этот заголовок убираешь и так понятно что главное вот это вот крупнее делаешь и все получается супер так короче это первый займ получается один из займов сумма займа ставка срок остаток оплата на оплату нажимаешь выдвигается вот эта фигня да круто тык счет последняя операция историю операции сюда нужно добавить будет еще более информативно оформить займ в общем ты заголовки можешь делать прям мельче ну вот заголовки не нужны можно убрать главный экран не нужно обозначать то что он главный с версткой тут чуть поработать потому что отступы разные справа и слева да здесь тоже короче как то не по сядке может быть очень быстро верстал вот но с акцентами кайфово я могу поставить за эту работу наверное 5 с минусами если ты поправишь верстку да 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 погода на марсе минус 22 солнечная хе-хе-хе хе-хе огонь спасибо тебе за нестандарт в работе с контрастом тут борода нужно поправить марс епитер и венера хе-хе-хе охереть прикольно ну да интересная работа которая точно будет привлекать внимание в портфолио и вроде как сделано не очень сделано в смысле хорошо есть кое-какие моменты например вот это авто обновление которое стоит пофиксить и все и добавляешь в портфолио нормально получается 5 с минусом поставлю тут за эту работу спасибо за юмор хе-хе хороший юмор развалилась меню нет я посмотрю сначала главную к чему тут привязана вот это вот может быть по центру было проще разместить и вообще было бы круто развалилась меню вот это короче не выровняно вот это вот тоже проблема с выравниванием здесь с отступами проблема кое-где здесь ладно не надо два вот этих вот отражен отразил тем более такой зеркально надежды что никто не догадается что тут типа справа налево лога чё за хрень я извиняюсь так я там смотрю но вот это чё то ты как то слабо сделал серьёзно Ну, с версткой вообще проблемы большие. Ну, это на четверку. Почему такая большая разница между качеством курсовой и качеством интернет-магазина? И одной работы нету, да? Не, вот это как бы что? Это охеренно сделано. Прямо по сетке. Если я найду такую же работу в интернете, я сделаю двойку и поставлю. Ну, вот, потому что, короче, вкрадываются у меня смутные сомнения. Ну, это работа охеренно, как бы что. Только нужно унифицировать заголовки, размеры. То есть я бы делал, например, вот этот, этот и этот заголовок, и дякую бы. Фотки огонь. Так, это что у нас? Курсаж, да? Это у нас MA. Окей. Ну, что, хороший результат тогда. Покажи мне, пожалуйста, работу еще одну. Мне хочется понять, это системно или нет. Дальше, Аня. А вот так вот можно открывать курсовая. Вы там скинулись, что ли, на фотки с одного источника? Air Gym Studio. Главный экран, он... Вот тут вот пусто, не контрастно, это плохо. Здесь, ну, более-менее. Г. Что это за линия такая непонятно, почему здесь пробел такой, почему здесь не выровнено по левому краю? Вот эта раздробленность в композиции, смотрите, на три части разваливаются. Раз, два, три. У вас, короче, в каждой композиции должна быть прям доминант. То, что можно здесь делать? Берешь вот этот розовый фон под женщину, делаешь на ней акцент. Вот эти фотки рядом с ней ставишь, но уже менее акцентируешь на них внимание. А вот этот текст справа. Этот блок какой? Этот блок тоже неплохой. Чего не делает по центру? Ё-моё. Так. Так, это что у нас за оценка будет? Так. Курсовая. Ну, пока, наверное, четверка. Четверка. Так, привет, знакомый чувак. Школа игры на гитаре. Почему такой цвет прям? Сепия. С черным было бы более как-то трендово, что ли. Ладно. С композицией вот это чуть меньше спускаешь, наверное. Чувака больше делаешь. В остальном все нормально. Здесь гитару можно крупнее. Бэк прикольный. Верстка вот этого блока. Охеренно. Вот это, да. Вот это, да. Прикольно. Да. Но под этот фон... Вот этот фон, короче, вот эта фотография у тебя больше в холодном цвете. Если ты делаешь в сепии, тогда делай теплее эту фотку. Видишь, ты же тут подбирала там фоточки. Соответствующий цвет обработки. Вот как здесь, например, тоже. Фото не очень обработано, не очень. Ты можешь этого чувака нафиг убрать. С ума от этого не убавится. Классные медиаторы, да, как указатели. Это хорошо. И берешь, просто карту больше делаешь и сдвигаешь вот это вот вправо. Получается классненько. Ну, в принципе, тянет на пятерку с минусом. Работа. А мы едем дальше. Так. Да. Вот оно. Когда у тебя не на пол крана велик, а, блин, на три четвертых. То, что нужно. Вот это такой слишком неинформативный блок по сравнению с первым экраном. И вообще, я рекомендую начинать сразу с каталога. Ну, вот сразу с вот этого, да, без вот этого. Бла-бла-бла, потому что вот это можно включить внутрь. То, как ты сверстала здесь, вообще офигенно. Да, только выровнять нужно по левому краю. У тебя вот часть ехала. Вот здесь нужно что-то сделать с этой рамкой. А она у тебя просится более толстой. Либо она у тебя просится цветом. Видишь, у тебя толстый такой. Толстый, подчеркиваем, здесь. Можешь делать цветом. Синий, темно-синий. Либо на оранжевом, чтобы контрастно было. Вот это вот темно-синим, например. И не обрезать, например, круг. Да. Да, выноски аккуратно. Фотки классно, подобраны. Да. Классно структурировало. Прикольно. Мне кажется, ты прям научилась структурировать хорошо. А, это то, что выделено, да? Можно то, что выделено, чтобы скрипт перетаскивал в начало. Ну, это уже к разработчикам. Прикольно. Терка. Так, это все. А где приложение? А, вот. Вот так. А, вот. Ты прям. Ах, ты прям. Ах. Ах. Так, главное, детали счета, карты, да, очень классно сгруппировано все. Не, 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 не контрастно, надо делать контрастно сейчас. У тебя желтый на белом теряется. Здесь с композицией проблема, иконка по центру, а выключка по левому краю. Главный экран шикарно сделал. Желтый, ну, совершенно он теряет, теряет в контрасте. Ну, на 5 с минусом, в принципе, тянет работу, ну, давай, наверное, 4 с плюсом тебе поставлю, чтобы у тебя была мотивация его улучшить, показать мне, потому что логика шикарная, а вот с цветом и сверсткой нужно поработать. так, главное, да, 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 то есть вы делите, как бы, экран на какие-то ключевые блоки. Вот, вот эта только фигня мне непонятно, зачем можно было бы без нее обойтись, да? Так, в принципе, офигенно, да. Вы еще можете сами тестировать эти макеты приложения с Figma прямо на телефоне. Насколько удобно, там, что под палец пододвинуть, может, куда-то и так далее. Так, это пятерка с минусом. Ну, что, крутой результат, вообще хороший. Умница, что дошло до конца, системное мышление видно, это радует. Все? Всех разобрал, никого не забыл? Так, кто у нас не дошел до конца? Рашид Шарипов. Ты-ры-ты-тынь. Надежда Попова, обидно, в смысле жалко, Ирина Соловьева. Не дошла до конца. Мария Чернакова. Чуть-то так-то много народу не дошло. Максим Столяров. Ох, слюны. Так, ну ладно. Так, дальше. Сейчас, что мы делаем? Мы делаем анонс результатов. Кто у нас в мастер-группу? Кто у нас в биржу? Так, сейчас я это все сделаю меньше. Так. Вот. Ну что, поехали анонсировать. Кто в мастер-группе, кто не в мастер-группе? Виталий Малешков. Добро пожаловать в мастер-группу. МГ. В биржу. Да. Как мне? Лучше писать. Единичку поставить. Вот так вот. Дальше. Ярослав Смирнов. Так, пятерка и две четверки с плюсом. Остальные не меньше четырех, да? Джуниор в мастер-группу. Джуниоры попадают в мастер-группу, остаются там форево, может, могут развиваться. Но в биржу они не попадают до тех пор, пока не выполнят критерии основные. Две пятерки любого качества, все остальные не ниже четверки. Вот. Потом Антон Бартновский. Мастер-группа биржи. Я поздравляю. Светлана Хайби Брахманова. Никуда пока что не попадает. Точнее попадает в чат выпускников. Вот. В чате выпускников тоже можно подтягиваться к уровню остальных. Потом вы всегда можете мне отправить в ваше портфолио из пяти работ. Сказать, Дима, оцени, пожалуйста. Я проставлю эти оценки. Если у вас из пяти работ, которые у вас есть в портфолио, по критериям пройдут, две пятерки любого качества и три четверки с плюсом, тогда вы попадете автоматически в мастер-группу. И, кстати, надо, наверное, сделать рефреш в чате выпускников, предложить им возможность переоценить свои работы, чтобы они попали в мастер-группу. Вот. Так, дальше. Рашид никуда не попадает. В чате выпускников добавляются еще и все, кто проходит мастер-группу в биржу. Так. Так. Еще. Так. Надежда Попова тоже никуда не попадает пока. Ирина Соловьева тоже никуда не попадает. «Чтобы попасть куда-то, мне нужно предоставить работу в любом качестве». Так. Катя Варламова. Пока не дотягивает. Попадает в чат выпускников. Не дотягивает чуть-чуть, да, мастер-группы в качестве джуниора. Должно быть пять и две четверки с плюсом. Вот. Давай, давай, ты это сможешь сделать. Совершенно несложно это сделать. Сможешь сделать в ближайшее время. Работу меня отправляет на оценку. Так. Анна Карнаухова. В мастер-группу и в биржу. Еее. Никуда. Мария Чернакова. Никуда. Полина Горлач. В чат выпускников. Алексей Казаков. В мастер-группу и в биржу. Поздравляю. Данил Веселов. В чат выпускников. Анна Карякина. В мастер-группу и в биржу. Потом Андрей Левышкин. В мастер-группу биржа. Максим Столяров. Никуда. Любовь Поршнева. Чуть-чуть-чуть-чуть. Ешкин кот. Ну, попадает в джуниором. В мастер-группу. А в бирже пока нет. Ира Готгель попадает в чат выпускников. Пока что. Там тоже тебе несложно дотянуть эти работы. До пятерок. Людмила Лелик попадает в мастер-группу и в биржу. Наталья Тарасова попадает в мастер-группу и биржу. Юля Чубунова попадает в чат выпускников. Максим Мазурин попадает в мастер-группу и биржу. Короче, ну да, ладно. Николай Морозов попадает в мастер-группу и биржу. Супер. Так, дальше пошел тренер Алексей Белицкий. И еще вот ребята у меня тут были. Вот. Анна Держакова попадает в мастер-группу джуниором. По-моему, первый человек, который смог дойти до конца курса без команды. Это круто. Вот. Ну что, я вас поздравляю, ребята. Сейчас резко меня добавили в друзья, если вы хотите, чтобы я прямо сейчас вас добавил в чат мастер-группы и чат выпускников. Вот так вот. Вот прямо сейчас добавляйте меня в друзья. Я пока буду подводить итоги. Я тут прямо список с друзьями открою, кто мне заявки подал. Если кого-то нет у меня, добавляйте. Так. Так. Потому что я вас не смогу тогда добавить в чат, если вы у меня не в друзьях. статы по тренеру Оле. По вашей группе. Так. Сейчас я еще Аню перенесу. Сюда. Так. Так. Статы. 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 Да, сейчас скажу про плюшки. Сейчас сначала я посчитаю статы. Ага. Хрен я их посчитаю, потому что у меня нет доступа к этой таблице. Отлично. Надо Наташа посчитать. Так. Ну тогда я посчитаю по количеству народу в мастер-группе. Мастер-группу и в биржу попало 10 человек. Так. 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 Здесь у нас в мастер-группа попало 11, а нет, 13 человек попало в мастер-группу в чат выпускников. Попало 7 человек. Остальные. Остальные сливуны. Так что ли? Сумма 7. Каунт A 12. Остальные 5 сливунов. Следись. Так. Сколько у нас всего народу? 29 человек. В группе... Нет, не 29. В группе Оли 25 человек. Так. Значит. В мастер-группу попало 52 процента. Это хороший результат. 40 процентов у нас попало в биржу. Вот. Слилось. 20 процентов. До хрена. Это больше, чем обычно. Ну, а этот показатель я раньше не считал. И мне осталось посчитать только количество пятерок. Но я, наверное, дам эту задачу Наташе. После того, как она все это перенесет в таблицу. Вот. Вот. Дальше что? После того, как Наташа перенесет вот эту всю историю в таблицу. У вас пересчитаются рейтинги. Рейтинги. Здесь у вас будет чуть больше. Икспы. Вот. Кто у нас самый крутой? Это сейчас Людмила Колотилина из группы Леши Белицкого. Так. А, в этой группе самая крутая. Кто? Юля Чугунова, похоже. Да. Юля Чугунова. Вот. Что дальше? Значит, потом мы считаем результаты. Выбираем топ-5 участников всего рейтинга из всех групп. Вот. Подарки анонсируем. Ну, как правило, как правило, мы дарим участие в следующих курсах на либо полная оплата, либо специальные условия. Ну, то есть, хорошая скидка. Первые три места. Вторые два места. Четвертый, пятый, да? Получают книги. Вот. Потом у нас еще есть командный зачет. Вот. Ненаграждаемым в командном зачете кураторов. Потому что благодаря им, отчасти, ваша команда вышла в крутые результаты. И вот у нас есть кураторская. И вот у нас есть рейтинги. Сейчас текущие по командам. Вот. у нас есть лидер команды. Это команда Даши Клон. Умный. Значит, сексуальный. Второе место сейчас я вижу у команды Саши Холодный. Саша тоже молодец. Уложилась. Классно. Вот. И третье. Пока ориентировочно. У команды Евгения Устинова. И ребятам тоже кураторов награждаем за классные результаты. Вот. Что еще? Давайте, наверное, я добавлю какую-нибудь плюху участникам, всем участникам. Выигрышные команды. Команды победителям. Я сейчас все запишу. Обычно мы так не делали. Но, блин, когда твоя команда выходит в лидеры, хочется это как-то отметить. Так. Добавить плюшки. Участникам. Команды победителям. Я еще фиг узнать, что это может быть. Поэтому мы посидим. Подумаем. На следующей неделе анонсируем результаты. Вот. Как получится по времени. Там. Это может не получиться у нас в понедельник. Вот. Потому что у нас там встреча по планированию сначала. В начале недели. Вот. Дальше. Чего? Чего вы меня добавили, друзья? Друзья. О. Сразу только народу пресеклось. Странно. Чего у меня, друзья, не добавляйте в начале курса. Чего, поугараем? В процессе. Короче. Я не буду завершать трансляцию сейчас пока что. Поэтому, кто хочет, оставайтесь со мной на связи. Я буду пока что всех добавлять в мастер-группу. Чат мастер-группы. Вот. И у нас по традиции сейчас вас будут встречать. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 В общем, сейчас вас будут хвалить, бодрить. И все такое. Так. Ну поехали. Ээээ. Ща. Так, Виталий Малюшко, Антон Бортновский и Анна Корнаухова. Виталий Малюшко, Бортновский, Анна Корнаухова, Хать. Потом, а, стопы пропустил Ярослав Смирнов. Алексей Казаков, Анна Корякина. Так, Смирнов. Я... Ага, Ярослав Смирнов не добавил меня. Дальше, ладно, Алексей Казаков. Алексей. Анна Корякина. Андрей Левышкин. Любовь Поршнева. Людмила Лелюк. Ага, не добавил. Ага, Любовь Поршнева. Где? Так, Наталья Тарасова, Максим Мазурин, Николай Морозов, Анна Держакова. Так, Тарасова Мазурин, Морозова Держакова. Тарасова. Мазурин. Ага. Морозов. А, не Держакова. Та-дэй. Короче, кто меня не добавил, добавьте. И я тогда вас смогу добавить в чат, в мастер-группы. Вот. Потом. Дальше что? По поводу биржи вам напишет Наташа, куда их писать. По поводу сообщества, мастер-группы у нас же есть. Мастер-группа, в дай. Вот. По поводу вот этого сообщества напишите Лизе, Лизе и Маймачкина. Эту инфу вам даст тоже Наташа. Потом. Потом. Принимайте поздравления. В общем, я, ребята, вас тоже поздравляю за окончание курса. С окончанием курса. И я сейчас буду добавлять ребят, которые... О, Максим Мазурин добавился. Я сейчас буду добавлять ребят, чат, выпускников. Которые прошли аттестацию. Шпак. Сейчас вас там тоже будут встречать. Так, погнали. Погнали. Малюшко, Смирнов, Бартновский, Хабиб Рахманова. Так, дальше. Зелязья Масова, Екатерина Варламова. Ага, не добавила. Так, дальше. Корновухова, Горлач, Казаков, Веселов. Ага, не добавила. Данила Веселов, тоже не добавил. Так, Корякина, Левышкин. Гот, Гельф, Поршнева. Ага, не добавили. Ага. Вот кто не смотрел у нас вебинар. Так, Лелюк, Тарасова, Чугунова, Мазурин, Морозов, Держакова. Ага. Лелюк, Тарасова, Чугунова. Не добавила. Мозлов Морозов Чернакова Ага, не добавила Держакова Хач Мазурин Сейчас проверим А, все, добавил Спасибо Ха-ха-ха Ну вот, в общем, кто хочет, завтра приходите на разбор Для особых, короче, фанатеев Приходите на разбор работ завтра Я рекомендую вообще вам отдохнуть, ребята Если вы просто прошли офигенный путь Я вам рекомендую подарить себе отдых Пока ничего не делать В течение недели забить на дизайн Отдохнуть, отключиться, переключиться, отдуплиться Все, что угодно сделать Главное, восстановиться Потому что обучение на интенсиве Это весьма такой жесткий форсаж Если кто может позволить себе отпуск Позвольте себе отпуск Вот Но всем обязательно позволить себе няшки Составьте себе список няшек Список няшек Это то, что вас наполняет Не знаю, сходите в баню Сходите на массаж В спад И так далее В общем, дайте наполнение И разрядку Себе эмоционально Ну, эмоциям своим И своему физическому телу Вот Так будет гораздо проще восстановиться Если вы прямо устали Вообще жестко после интенсива Еще и получили не очень хорошие результаты Не расстраивайтесь Тоже подарите себе няшку Поблагодарите себя Вторая практика, которую можно сделать Это список благодарностей себе самому По поводу того, как вы проходили интенсив Что получили в конце Собственно, вот Еще раз вас поздравляю И пока-пока Пишите мне, если вы хотите доздать работы Все Всем пока Всем хорошего вечера Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok